Уважаемые участники семинара Это вопрос о том, как самоопределяются участники проектной работы, что ими движет. Это вопрос мотивации и вопрос того, как разбудить интерес. Я хочу представить Андрея Александровича Андрюшкова. Андрей Александрович Андрюшков вообще выпускник философского факультета МГУ, он кандидат политических наук, но всю свою, как бы я сказал, сознательную и активную жизнь. Он работает в образовании. Сейчас он один из лидеров кружкового движения. И с этой точки зрения вообще эта проблема его интересует и научно, и практически. Поэтому мы вообще должны выслушать, на мой взгляд, очень интересный доклад. Андрей Александрович, наверное, как всегда, 40 минут и потом обсуждение. Пожалуйста. Спасибо большое, Вячеславович. Спасибо большое, уважаемые коллеги, прежде всего, на ГППО, что мы можем начинать эту тему обсуждать. Я единственное, что я считаю, что жанр моего выступления не столько рассказ про работу, уже проделанную и готовую в качестве результатов проведенного исследования, сколько про то, что нормальной культуре научной работы можно было бы назвать постановкой вопроса для дальнейшего исследовательского движения и проведения, которые, в том числе, я надеюсь, буду проводить на базе МГППО. Хотя, собственно, с 2006 года под руководством коллектива Юрия Вячеславовича Громыкова и Григорина Гурзуновой в рамках научно-исследовательского института стратегии развития общего образования, я возглавляю лабораторию, которая занималась проблемами формирования российской идентичности у подростков. И какое-то количество разработок было проделано, к нему я буду, собственно, апеллировать. Но, опять же, поскольку с тех пор ушло очень много воды, и поток истории и социально-болитетической ситуации в стране немножко вырвал меня из этих числых научно-исследовательских работ, то я не могу сказать, что я в этом плане могу уже делиться каким-то готовым результатом, имеющим отношение к современности. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, что с момента, когда такое понятие, словосочетание, как российская идентичность попали во вкосы, а это случилось в 2012 году, когда, собственно, были приняты стандарты общего образования для полного, то есть среднего общего образования, там, собственно, было введено представление российской идентичности как одном из ключевых интегральных результатов освоения основного общего образования. И, по-своему, это подвело в некоторую черту под достаточно сложные дискуссии 90-х годов, прежде всего, когда вообще ставился вопрос, а надо или нет за российской школой закреплять вопрос, закреплять функцию в формировании некоторого единого ценностного, общностного, культурного основания жизни в стране. То есть, во многом, на самом деле, эти разговоры шли и крутились с заборой на известную ситуацию, которая стояла за принятием Конституции Российской Федерации, запретом на идеологию единую. Но примерно как раз к началу 2000-х начиналась складываться вполне понятная ситуация, при которой вся школа спрашивала государство, собственно, как бы, друзья хорошие, таково мы все-таки формируем, в чем все-таки цель и основные принципы нашей воспитательной работы. И шли достаточно острые дискуссии, и в рамках принятия в ГОСа шли очень острые дискуссии, которые разные позиции по разному формату, но в конечном итоге это словочетание попало в ГОС. И попав в ГОС, с ней случилось, к примеру, то же самое, что случилось с предметным подходом. Потому что мы попали в интересную ситуацию, когда, с одной стороны, что-то было зафиксировано как результат деятельности школы, а результаты, с точки зрения оценки эффективности, требуют некоторой верификации и общественной проверки. И если в случае с предметными результатами все было понятно, и ты мог бы сказать, как эта школа учит хорошо физике или плохо физике, с точки зрения конкретных предметных результатов, то как в случае с предметом российская идентичность, она попала как бы в такую приятную, где само собой разумеется, что все хорошо учат. То есть представить себе сейчас образовательную организацию, которая бы признала, что она плохо формирует российскую идентичность, по предмету нельзя. Ну то есть как бы считать, конечно же мы формируем российскую идентичность, конечно же у нас, как бы сказать, все есть и это само собой очевидная вещь, есть способ удостоверения этого, он очень тоже понятный, как в случае с предметными результатами. Это некоторая документация, которая подтверждает, что проходили определенного рода мероприятия, и в целях тамосветательных программ, зашито формирование российской идентичности. Эта ситуация достаточно смешная, потому что, ну, как бы, все равно какой-то методический уймк и материалы должны сложиться, и должны сложиться какая-то хоть маломальски похожая на практику технологизация процесса. И это, ну, для этого процесса, вот я, честно, даже без имен, она такая, это размытая серая зона общая структурации жизни школы, все, что касается российской идентичности. Но типовые решения, которые предлагаются, они в том числе предполагают, что мы в какой-то момент берем такую работу и разделяем вообще всю эту ситуацию на три компонента, там, когнитивные, эмоциональные и деятельностные, да, с какой-то, так сказать, своей, как бы, логикой, если движения. Но поскольку, конкретизируя, что там должно стать содержанием этой самой, так сказать, как бы, работы по формированию российской идентичности, ты, как бы, в какой-то момент попадаешь в ситуацию, что должен что-то такое назвать, что очень понятно и может превратить деятельность, то с неизбежностью появляются такие парадоксальные, как бы, вещи, как, например, передача детям представлений и заучивание ими гимна Российской Федерации становится частью работы по формированию российской идентичности. И это, ну, опять же, понятная вещь, потому что, грубо говоря, тогда сразу становится понятно, что нужно делать, да, сказать, то есть ты, как бы, берешь, организуешь практику. И по всем этим блокам и пунктам вообще весь корпус огромной документации, которая сейчас пронизывает любую школу, любую образовательную организацию или добообразование материалом, где показывается, как именно в данном случае формируется российская идентичность, оно все обладает именно такого степени, либо абсолютной простотой, ну, типа, дети знают гимн или не знают, да, или такого типа, как бы, вещи, которые очень сложно вообще хоть как-то верифицировать и превратить в реальную деятельность, например, умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических условий, что вообще, так сказать, доводит ситуацию до абсурда, потому что это, как бы, легко назвать, а вообще легко, сложно понять, как это, собственно, выглядит. С другой стороны, самое простое определение, которое, собственно, везде, тем не менее, транслируется и транслируется на счет доведения представления российской идентичности из блока военно-патриотического воспитания, о том, что главная цель школы – формировать гордость за страну, она с неизбежностью, ну, как бы, самая понятная и ясная, и более того, она ясная, это язык общего общества, что если человек считает себя россиян, значит, он испытывает некоторую гордость, поэтому не случайно, что все основные социологические опросы, то есть, которые снимают, грубо говоря, состояние общества в его, казалось бы, в том числе и результативность работы школы на формирование определенных представлений об обществе, они снимаются, так сказать, через то, что оно каким-то образом узнается, удостоверяется, а испытывают ли действительно россияне чувство гордости за страну. Есть ли у них вот это, как бы, принятие, так сказать, этой стороны, как то, на что он, ты, собственно, строишь свое, так сказать, представление. Ну, одно из самых, с моей точки зрения, интересных типов исследований 16-го года, которые проводила Ливада, Ливада-центр, он вообще в этом плане, так сказать, действительно достаточно впрямую попытался это сделать, но и вообще все любые другие, так сказать, социологические опросы, которые в этом поле работают, они неизменно из года в год подтверждают, что у россиян очень высокий уровень гордости за страну, то есть, как бы сказать, что на вопрос, так сказать, гордившей этой страной, ну, большинство населения страны, безусловно, говорит «да». И это действительно выглядит, как будто бы школа правильно работает, потому что, ну, как бы, так сказать, соцопросы подтверждают, что горды. Ну, и то же самое опросы, там, позапрошлогодние высшие школы экономики среди студенчества подтверждают парадоксальную, как бы, высокую, как бы, уровень гордости студентов за свою страну. Но вот Ливада, она сделала очень интересные вещи, она еще уточнила, на самом деле, за что конкретно вы гордитесь, да, и вот этот какой чудесный спик-график справа, он вообще в этом плане, так сказать, является очень интересным, как бы спик-график, определение того, а что именно является предметом гордости, так сказать, в стране. И, то есть, ну, кроме для нас очень интересного ее фиксации, что, по-моему, наименее россияне гордятся своим образованием, то есть российское образование то, что меньше всего вообще вызывает, как бы сказать, чувство гордости и вообще принятие какой-то вещи. Ну, примерно такая же ситуация, так сказать, с достижением российской науки. Почему для меня это, собственно, важно? Потому что, по сути дела, вопрос, связанный с тем, в той области, в которой я работаю, я работаю, собственно, в кружковом движении, которое занимается формированием научно-технологической элиты страны и подготовки молодежи к процессам технологического развития в России. То, что, на самом деле, современные россияне не чувствуют и не видят, как бы сказать, никакого основания гордиться тем, что происходит в научно-технической сфере, это, в целом, на самом деле, достаточно такой интересный симптом. Ну, и также, на самом деле, неимоверно, на самом деле, лидерами ситуации вопросов является то, что мы гордимся тем, что у нас большие природные богатства в стране и арта. То есть, это такая, скажем, самая традиционная ситуация. Когда мы с университетом Станкин проводили небольшой, то есть, по сравнению с Львана, опрос среди студентов и школьников инженерных направленностей, спрашивая, собственно, то есть, примерно, ну, пытаясь разобраться все-таки, а что там такое понимают и принимают из российской культуры и истории студенты инженерной направленности, то мы получили достаточно интересные результаты, которые нас какой-то момент, скажем, долго, скажем, били. А потом я, на самом деле, еще, вот, Ольга Еберна-Глазунова проводил, скажем, некоторые подобного рода опросы среди участников кружкового движения. И, как ни странно, один феномен, который оказался, скажем, как бы невозможен в этой ситуации, тем не менее случился, что на вопрос, как бы, кто, по-вашему, воплощает истинное служение стране и патриотизм, но имелось в виду, скажем, российский, почему-то и школьники, и студенты, неимоверно, всегда называют Лилана Маска. И мы каждый раз понять не могли, на самом деле, что происходит, на самом деле, почему, то есть, как бы, русские школьники на вопрос, как бы, сказать, кто для вас вообще-то образец такой, сказать, к кому вы стремитесь. Да, но при этом, если тех же самых школьников спросить, гордитесь ли вы страной, скорее всего, они также скажут, гордимся, да, но образцом для своего, как бы, вообще, сказать, движения и так далее, неимоверно называют Лилана Маска, и, более того, невозможно увидеть, на самом деле, среди этих, так сказать, героев, ну, например, генеральных конструкторов российских, там, советских, так сказать, этих людей просто не существует в их исторической памяти и культуре. И это вообще вся ситуация, на самом деле, напоминает интересный такой, ну, феномен, о том, сказать, что, на самом деле, когда мы начинаем, как бы, серьезно разбираться с тем, аж, с чем связано, что человек начинает себя сопричислять и принимать свою принадлежность той или иной историко-культурной общности, то вербализм, то есть структура некоторых простых суждений, когда ты говоришь, да, я россиянин, или да, я принадлежу этой России, он не вскрывает реально представление о том, насколько принятие осуществляется в уровне осуществления некоторого действия и вообще и реализации некоторых образцов культуры и образцов деятельности. То есть эти процессы, они никак не скрываются, и в этом, собственно, одно из самых мощных ограничений социологических опросов, когда социологический опрос неизбежностью выводит всю эту тематику в область вербализма. Некоторых, так сказать, суждений, ну, если, например, работа Сопкина, они в этом действительно намного интереснее, то традиционные вцомовские исследования в этой сфере, они вообще, ну, просто рубят в прямую, спрашивают, там, сказать, а ты, там, не знаю, любишь Россию? Или, там, сказать, а для тебя что ценнее, там, личный заработок или духовные православные ценности, или, там, духовные ценности? И человек должен как-то, ну, на улице встреченный в ЦИОМУСКИ, так сказать, специалистам, внезапно дать ответ. Я вот себя, к счастью, я всегда отказываюсь, как бы, принимать таких вопросов участия, но я каждый раз представляю, а что вообще думает человек, когда его на улице об этом спрашивают? То есть, что он такое должен с собой, как бы, проделать, вдруг принять решение? Что важнее, семья или дружба? Семья или работа? Черт его знает, как бы, сказать, но в этот раз с утра было как-то так, а вечером по-другому. В основном, это вещи, которые вводят достаточно высокую степень произвольности, пусть даже они будут очень тонкие и созданы, все равно это верболизм. Я говорю что-то, почему я должен в этом, правильно, серьезно это все продумать, особенно, если я не очень понимаю, что такое дружба или, например, любовь. В этой связи, на самом деле, мы, конечно, получаем исходную ситуацию, которая, собственно, и проявляется в том, что у нас есть реально в практике образование вокруг этой темы, в том, что даже с точки зрения того, как определить, что такое российская идентичность, которую надо формировать, происходит достаточно мощное, как бы, сказать, столкновение разных подходов, разных взглядов. Значит, ну, опять же, напоминаю, когда в ГОСТ принимался, часть, половина, примерно, лидеров этого процесса считали, что нужно зашить формирование гражданской идентичности, а чаще считали, что нужно зашить российскую идентичность. И в ГОСТ, как всегда, он в этой ситуации поступил, он взял и вел российскую гражданскую идентичность в качестве попытки снять любые типы, скажем, противоречия, скажем, внутри какой-то подобной истории. Но вообще, на самом деле, с точки зрения культуры и вообще движения, развлечения, гражданская идентичность как форма принятия человека, скажем, правил и норм гражданского общества и государственных, то есть норм жизни в государстве, скажем, от определенного рода, откуда появляются в том числе и все эти вопросы с символикой, с Конституцией, с правовым каким-то положением. И национальная идентичность, про которую до в ГОСТ на самом деле концепция духовно-нравственного воспитания, собственно, попыталась ввести и задать ее как бы в прямую, они находятся в некотором, ну, достаточно серьезном противоречии, я вот сейчас не приводил, но есть достаточно интересные исследования специалистов Сиототехновского университета, которые просто на материале огромное количество методических документов проанализировали, как вообще по-разному принципиально в ряде случаев, с точки зрения, например, оценки исторических событий, та и другая концепция, то есть гражданская и национальная, вообще-то дает другие разные спитоценки и другие системы, но как бы фиксируя некоторую шизофрению в этом плане воспитательного пространства в каких-то конкретных случаях. Но я здесь пока не буду в сегодняшнем докладе глубоко это копать, но сформулирую как бы свою позицию, которую я вот я разделяю, так сказать, от которой коллектив Юрий Вячеславович Громыков обводил, и которая отображена в том числе на портале Identity Russia, собственно, как результат нашего совместного исследования этой тематики, о том сказать, что для меня принципиально именно в этом вопросе ведение другого совершенно образования, это цивилизационные античности, и более для меня, ну, как бы, важный для этого доклада и для той работы, которую я хочу провести, выделение историко-культурной сущности цивилизационной идентичности, с которой мы будем работать. Значит, здесь ключевой вопрос, с которого я, опять же, это все введение, я, наверное, Юрий Вячеславович так построю свое выступление, я сделаю некоторую постановку вопроса и про монетизацию, после чего сделаю, может быть, паузу, и дальше уже в режиме, сколько доклада, сколько некоторого размышления слух, продолжу как подвижение. Можно будет сделать, да, тогда я это доведу, как бы, какую-то часть. Когда мы начинаем работать с этим понятием, мы, на самом деле, так сказать, получаем, да, еще раз, в этом плане для меня и в рамках предмета данного выступления под историко-культурной идентичности я буду на первичном уровне понимать осознанное принятие человеком связи с историко-культурной общностью, своей принадлежностью его и организацией себя на принципах, соответствующих этой общности. И вот здесь, на самом деле, очень важная вещь, которая, я сказать, как бы, ну, собственно, уже не в педагогике, потому что в педагогике понятие идентичности, она, на самом деле, ну, по сути дела, нормально не проработана. Это понятие, оно пришло в большей степени из антропологии, из этнографии, в меньшей степени из социологии, где она там, ну, также туда затесалась, из антропологии. И в истории 20-го века вообще обсуждение проблематики идентичности, оно было во многом связано с тем, что два подхода достаточно жестко друг друга проблематизируют, при этом волнами, как бы, я сказать, на протяжении 20-го века разные подходы завоевывали свои первенствующие позиции в науке. Это, собственно, конструктивизм и премордиализм, который принципиально по-разному трактует о том, какова природа этой самой идентичности, национальной, этнической, культурной. Если конструктивизм жестко стоит на позициях того, сказать, что любого типа идентичности есть не что иное, как конструкт, то есть это то, что специально сконструировано в определенного рода деятельности, и формирует особое пространство, так называемое identity policy, то есть политики идентичности, когда то или иное сообщество, прежде всего государство, для того, чтобы сохранить и удержать единство населения в некотором, так сказать, едином поле, начинает этот конструкт приводить в качестве обязательного для принятия всеми членами общества. И вот такого типа конструкты, которые специально создаются и запускаются, и они, собственно, через специальные институты трансляции этого конструкта, прежде всего образования, молодежной политики, средства массовой информации и так далее, осуществляют некоторую форму согласия, принятия согласия и единства, собственно, этого сообщества. И этому, собственно, противостоит достаточно жестко примордиальный подход, который, ну, в нашем случае наиболее ярко его представительным был Гумилев, который, собственно, принципиально считал, что, например, анализируя на этнических идентичностях, что мы имеем дело с феноменом, который вообще существует сам по себе, вне нашей, как форму воздействия, он по-разному, разные школы примордиализма, так сказать, понимают вообще, так сказать, источник происходящее, локализации этой идентичности. Ну, в основном, современные социобиологические, так сказать, как бы исследователи, они считают, что это просто некоторый фенотип, то есть укорененный в определенных генах, так сказать, находящийся прямо там и транслирующийся через генетическую память. Ну, у Гумилева более сложная, так сказать, вещь, там, как бы связанная... Есть, как бы, более даже такая, так сказать, понятная логика, связанная с тем, что идентичности живут в процессах трансляции культуры, в языке, и они, собственно, транслируются, как бы, так сказать, ешно, как бы, через, собственно, принятие языка. Но в любом случае это не то, что конструируется специально в деятельности, а то, что развивается в некоторых, так сказать, процессах естественных, исторических или каких-то других процессах. Ну, вот. И в этой связи достаточно интересный вопрос, как бы, сказать, который вообще в целом, наверное, затрагивает вопрос об соотношении культурно-исторической теории деятельностного подхода с конструктивизмом, то есть, как бы, есть общий вопрос, насколько деятельностный подход в том виде, в котором есть, является просто видом модификацией конструктивизма, конструктивизма в гуманитарном знании, что с моей точки зрения не так, на самом деле, сказать, делается. Но в чем, собственно, могла бы состоять культурно-историческая, так сказать, трактовка и деятельностная трактовка, собственно, феномена идентичности, на этот вопрос, собственно, готового ответа нет. И более того, сказать, в тех, собственно, попытках к этому вопросу так или иначе приблизиться, мы примерно находимся вот в рамках нашей традиции, собственно, деятельностного, так сказать, педагогики. Ну, примерно, как я успел посмотреть и изучить, занявшись новой тематикой, ну, примерно то же самое состояние, что и западные наши коллеги, то есть, как бы, культурная тоже на самом деле сейчас в рамках тех школ культурно-исторической психологии и продолжении Гернадского западной модели, пытаются эту тему заново, как бы, воссоздать и к ним приблизиться. В этой связи, как бы, тот тип, как бы, движения, которые и задачи, которые я предстоит ставлю на ближайшие годы, могла звучить таким образом, и для меня здесь, на самом деле, важно, что я начинаю принципиально пытаться сейчас отойти от понятия формирования российской идентичности в выделении некоторого предмета, исследования, как историко-культурной или культурно-исторической самоидентификации. И положение, и выделение этого предмета в качестве предмета, который требует, в том числе, антологической деятельственной проработки, является, собственно, моей задачей, так сказать, на ближайшее, так сказать, время. При этом, мне совершенно понятно, что я, как я чисто облегляюсь, я действительно считаю, и для меня это, как бы, ну, моя позиция, что российская школа должна, безусловно, осуществлять и выполнять функцию трансляции русской культуры и воспроизводства, собственно, идентичности, так сказать, молодежи в русле и российской культуры и истории. Это для меня, безусловно, базовая миссия, одна из базовых миссий российской школы. Но в этом плане, если не понять, как бы, так сказать, и не выделить специфику того, с чем мы имеем дело и как, собственно, этот процесс самоидентификации организован, то мы каждый раз будем, на самом деле, двигаться в этих самых вербальных компромиссных моделях. Наверное, на самом деле, это все. Дальше я буду уже двигаться, так сказать, в каком-то уже попытке ответа, которую я хотел предложить. Вот, собственно, первую часть. То есть вы хотите, чтобы мы задали какие-то вопросы и обсудили эту первую часть? Да, насколько сама тематика. Да, и хорошо. Пожалуйста, коллеги, какие и есть, да, конечно. Андрей, вот вы ищете то, как вы не знаете, что, да, вот эти деятельственные основания. На чем вы стоите, когда вы это ищетесь? Какое место вы это ищете? И зачем вообще это исследование? И какова вообще ваша сверхзадача? Ну, я повторю. Для меня сверхзадачей является то, что институт российской школы, он должен обеспечивать воспроизводство российской культуры и истории. Без формирования поколения, которое себя идентифицирует и принимает задачи развития и трансляции российской культуры и цивилизации, эту задачу просто невозможно решить. Но в этом плане я вполне предполагаю, и стою на тех, как бы, взглядов, что если по-другому настроить институт российской школы, то она может общественно, как бы, выполнять полностью противоположную функцию и задачу. Вы убеждены в том, что у школы есть тот механизм, который может, вот, современная школа и, верно, в ближайшую, допустим, десятилетную перспективу может это обеспечить? Да, я более того, я считаю, что это одно из, как бы, направлений, которое позволит, то есть это одно из направлений, по которым должна перестраиваться современная российская школа. Андрей, но здесь в том, что вы сказали, ведь более, в том числе, тонкие вещи возникают. То есть нужно, ведь, как вас понять, что школа должна обеспечивать включение в культуру и историю российской молодежи. Но даже вот по теме, как у вас называется самоидентификация, уже могут быть более тонкие формулировки, что школа должна создавать условия для того, чтобы осуществлялась самоидентификация молодежи на культурном и историческом содержании. Это совсем другая ситуация. вот некоторые условия. Да, да. Я абсолютно согласен. Да, потому что все невозможно. Все равно дело, она, условно говоря, должна, как некоторый механизм, это делать, а совсем другая вещь, что должны быть созданы условия, чтобы люди самоопределялись на этом поле, а кто-то все равно, может, не захотел бы определяться и сказал, что нет. Вот поэтому здесь требуется уточнение, потому что это уже будет вопрос о механизмах и о всех тех тонких материях, которые, ну, вообще нас, как психологов, очень интересуют. Ну, то есть, для меня это, например, та же самая медведяная ситуация, что и с тем, что школу должна учить мышлению. То есть, должна ли она учить мышлению или должна она создавать условия для того, чтобы человек смог, так сказать, общаться? Да, но поэтому программа известная, она называлась «Школа должна учить мыслить». То есть, не мышление, а мыслить. А уже что из этого выйдет? Вот, но я, так сказать, хорошо, еще вопрос. Вот я вчера был на какой-то дете философии, он говорил, там была конференция, посвященная философии образования. Там любимое слово людей, которые выходили, которые думали, должно. Государство должно. А так, обращай внимание просто на это, чтобы потом уже мы вернемся к этому. Вот, смотрите, вы говорите… Сейчас, можно сказать, с моей точки зрения, будущая российская школа – это не государственный институт. Хорошо. Она должна быть. Школа, да. Все-таки школа, как, ну, мы привыкли, что-то массовое некоторое явление, массовое, через которое вообще там 90% детей проходит. Вот, элитные, элитные, элитарные школы. То есть, тогда другой разговор принят. Да, наверное, так. Нет, ну, смотрите, как его. Считаю ли я, что задача общества – обеспечивать формирование образованного культурного поколения из молодых, которые еще не вошли? Да, действительно, я считаю, что если в какой-то момент мы откажемся от такой функции, что каждое взрослое поколение должно вводить молодое поколение в культуру и в образованность, то я считаю, что на этом как бы закончится, как бы, вообще цивилизованное существование человечества. В этом плане, с моей точки зрения, функция образования, она является массовой. Вопрос ответ какой? Андрей Александрович определяется не с позицией государственных институтов, а он определяется с позицией общественных групп, потому что и кружковые движения. Я и спросил вам о масштабах. Масштаб такой, что общество, ну, то есть, с моей точки зрения, если общество изымает из себя эту функцию образования как массовую функцию, так сказать, воспроизводства, так бы, сказать, культуры и уровня образованности, то это общество обречено на уничтожение просто. Здесь, буквально неделю назад, был в школе лидеры, расположен в неком селе, забыл даже его название, меня везли на машине, но это недалеко от города Одинцова. Значит, оно это называется лидеры. Лозунг «Готовить патриотов России». Это их месседж. Три языка, значит, полный пансион, 70 тысяч в месяц обучения стоит для одного ученика. Для этой школы мы будем делать патриотов России. Дорогой патриотизм, так скажем. Очень дорогой патриотизм. Александр Александрович, в связи с этим есть очень интересный вопрос, который задается Николай Николаевич. Потому что мы когда по просьбе Народного фронта занимались вообще специальным рассмотрением вопроса идентичности, то меня попросили познакомиться и сходить в общество офицеров России. И мне там сразу сказали, что Юрий Вячеславович, ну понятно, вы тут такие тонкости все выделяете. Вообще есть простая, хорошая вещь. Причем ты говорил, очень умный человек, который это общество сглавляет, который называется патриотизм. Вот возникает вопрос, ну а почему условия культурно-исторической самоидентификации, тут со всеми этими сложными материями, русский язык, там история, а не просто вот действительно патриотизм? Ну я бы сказал так, что есть ответ такой прагматический, потому что они работают. А есть ответ как бы более ценностно-сущностный. Начну со второго на самом деле, потому что ценностной сущности я бы здесь как бы воспользовался тем уже ходом, который проделал мой покойный друг и коллега Дмитрий Васильевич Григорьев, который... Отвечая, собственно, Юрию Полякову, который в основном формировал некоторый подход Сергея Полякову, кстати, к патриотизму, такой зафиксировав там высший уровень, как раз где патриотизм понимался как формирование чувства гордости за страну, да, сказать, что на самом деле, кстати, где Григорьев достаточно четко, но ему противопоставил свое понятие патриотизма как патриотизма великодушия, ведя достаточно ссылками на известное письмо Пушкина Чадаеву, где Пушкин сказал, горжусь ли я всем тем безобразием, которое творится в истории России и современной в мире России, нет, не горжусь, тыжусь до безобразия, но променять свою страну на какую-либо другую никогда в жизни бы не стал, да. И он сказал, что на самом деле патриотизм, это на самом деле такое, если его правильно понимать, это чувство, которое связано с тем, что человек одинаково гордится и стыдится своей истории, да, и специально как бы предпоставляя, если мы начнем работать вот как бы с такого типа формировки, в том числе с офицерами России и летними этим, вообще-то все начнет посыпаться, вся конструкция, красивая конструкция того, что имеется в виду как патриотизма, посыпется просто чертям собачьим, но это как бы ответственностной, а если ответ говорить как бы из прагматики, да потому что это не работает. На самом деле, понимаете, какая штука, невероятно интересная вещь, это современная система воспитания суворовцев, она, ну, по-своему, просто великолепная, и она во многом почти полностью сохранилась в том виде, в котором она была и до распада СССР, с одной, как бы, в том числе, например, как-то, еще в СССР там не было интернета, так и до сих пор там нет интернета, и более того, нам запрещено просто иметь интернет, но вот, хотя на самом деле каждые каникулы, да, так сказать, на отбывку, так сказать, как бы студенты Суворовского училища уезжают в свои дома, где они неделями сидят в интернете, а потом они возвращаются в Суворовское, так сказать, так сказать, и поэтому, например, для них вообще такая, ну, реальная задача, как вообще обучить информатике современной информационной технологии вне интернета, да, как бы, то есть, и это, на самом деле, сказать, очень интересная ситуация, на самом деле, которая во многом тоже, потому что если мы имеем дело с подростком или с молодым человеком, который по отношению ко всем событиям советской и российской истории имеет доступ ко всему полю мнений и позиций и взглядов, а на самом деле, я скажу, то ты либо все эти позиции и взгляды вводишь в пространство школы и патриотическое воспитание, и начинаешь, как бы, учить человека разбираться с ними и начинать, как бы, выделять все-таки, а какая из этих позиций правильная, неправильная. И тогда, грубо говоря, у тебя уже нужно заниматься не только патриотизмом, то есть формированием правильных ответов и чувства гордости, а каким-то средством, с помощью которых человек, попав в ситуацию, что он не знает, то ли ставимский репрессии, это то, чем нужно гордиться, потому что это эффективный менеджмент, решение задач быстрой государизации страны в тех условиях, которые позволило подготовить Советский Союз к Второй мировой войне. Либо, на самом деле, тоже нужно стыдиться, потому что как-то странно гордиться за то, что убили Флоренскому, дальше там и всех остальных. Ну, вот, как бы, так сказать, непонятно, как это связано. И тогда, грубо говоря, где здесь патриотизм? Признать в том, что это великая вина, грех и беда из нашей истории, или патриотизм в том, что это, на самом деле, как бы, ну, то есть, он, вот здесь начинает рассыпаться вообще вот эта устроенная концепция единства патриотизма, на которой, собственно, в том числе и практике и не работают. Сейчас, и потом по другим людям задать вопрос. Кто поднимет руку, кто задает вопрос? Я буду продолжать эту линию по масштабе. Ну, видимо, мы с вами просто находимся в разных жизненных ситуациях, по-разному все это видим. Я услышал ваше сообщение, то, что вы воспринимаете общество, как общество, такой предмет, который можно назвать отнимшимовым обществом. Я вижу, что этого давно нет. То есть, ведь оно погибнет, оно погибло давно, поздно уже спит по жопу. То есть, я предполагаю, что сейчас у нас, в стране, большое количество разных командов, формирование разных идентичностей. И мы это не увидим никакой социологии, потому что там уже полнаселение живет в соцсетях, там другие совсем, кластеры. Огромное имущественное расслоение, огромное, как бы, влияние корпоративных идентичностей. То есть, я считаю, что эту задачу можно ставить по отношению к конкретному сообществу, которое вот заинтересовано в сохранении этого, как бы, культурного стерма, но применительно к тому, что находится в границах Российской Федерации. Вот ваше смысл. Ну, поскольку я ученик Юрия Вячеславовича и СМД-методолог все-таки, в какой-то степени, то для меня эти понятия, они не формально-отнологические, например, общества. Для меня, на самом деле, это вопрос некоторого типа обобщения, которое я сознательно делаю в процессе своей организации, своей деятельности. То есть, что это значит для меня? Это означает, что когда я говорю, как бы, сказать, это, но функцией российского общества является, так бы, образование и формирование, трансляция и воспроизводство российской культуры, то я в данном случае, ну, как бы, стою в проектном подходе. И где бы в России я бы ни был, в Северодвинске, на Комчатке, на Калининграде, в Москве, даже в Москве, я, на самом деле, эту некоторую, сказать, я, как бы, максимум своей деятельности буду, как бы, реализовывать, осуществлять. Где при этом она будет реализована, осуществлена, ну, я действительно сказать не могу, на самом деле. Я совершенно точно понимаю, сказать, как бы, сказать, что это вопрос, но поскольку до тех пор пока везде, где я говорю, как бы, люди, как бы, сопричисляют, ну, как бы, сказать, и принимают на себе этот вызов, да, я это, как бы, общество, сообщество могу, сказать, собирать и строить. Второй момент, который, ну, как бы, это же вопрос действительно, согласны ли мы с тем, что так все случилось? Ну, то есть, как бы, согласны ли мы с тем, что российское общество, как некоторое, единый субъект воспроизводство, то есть, где временной, ныне существующий временной срез большой российской истории, что он в какой-то момент мы говорили, ну, да, рассыпались и уже никогда не сможем как единый субъект заниматься, как бы, воспроизводством чего-то единой культуры и единой цивилизации. Но, с моей точки зрения, такое происходило в истории России, слава тебе Господи, не один раз. Мы как раз, в отличие от многих других государств, настолько устойчивы проживание периодов, когда все общество раздрая, все рассыпано, сказать, тем не менее нормально собираемся, снова воспроизводим. То есть, я к этому отношусь к проекту, на что надо просто, наверное, удерживать эту позицию. Юра, я просто для дискуссий по какой момент добавил? Ведь вот это слово идентичность, которое вдруг всплывло, то есть, если историю самого термина брать, ведь оно как появилось? После работы, я считаю, достаточно интересной пары братьев. Это Бенедикт Андерсон и есть другой его брат, Перри Андерсон, причем неизвестно, кто из них более талантлив, где Бенедикт Андерсон написал очень интересную работу «Imagined Community», «Воображенное сообщество», где он, собственно, обсуждал механизм распада больших империй, появления национальных государств и выявил очень интересный механизм, где, поскольку разнородность больших таких имперских мешков, типа там Габбургской империи, была тоже невероятной. Но на самом деле в этих условиях возник целый ряд механизмов, газета на национальном языке, национальное образование, за счет которых, как он говорит, некоторые сообщества вообразили себя. Дальше отдельный вопрос, при каких условиях вообще этот процесс возможен, почему такой тип воображения оказывается притягательным для очень разнородных групп людей. Но, во всяком случае, такое же и такое возможно. Тут как бы вопрос в акцентах. Надо, грубо говоря, к чему относиться? Надо играть в разбег идентичностей или в то, чтобы начать их собирать. Ну и дальше вопрос, конечно, в механизмах, в гуманитарной политике, во всех этих сложных, тонких вещах. Но это я просто для того, чтобы дискуссировать. Да, конечно? Вот молодежь какой-то возраст. И не считаете ли вы, что это поздновато заниматься построением самоидентификации? Значит, это гипотезы. Это все нужно проверять и делать как бы серьезные уже исследования и разработки. Я и скажу из такой гипотезы, что процессы самоидентификации, то есть процесс самоидентификации, он вообще продолжается, на самом деле, всю жизнь. И это, я про это отдельно хотел сказать, что выделяя это именно как процесс, мы вообще можем анализировать, что происходит с этим, так сказать, образованием и с этим процессом в разные возрастные периоды. И вообще, насколько работает возрастной период, менее правильный или более правильный, или, как это вводил собственно Толстых, собственно, надо вводить историко-культурный временной период, типа там поколения и так далее. То есть это другое единство. Но это отдельный вопрос. Почему все-таки этот период? То есть этот период речь идет именно о старшем школьном и студенческом возрасте, который, поскольку это целевая аудитория, с которой я работаю в рамках кружкового движения, этих задач, которые стоят перед кружковым движением. С другой стороны, для меня именно в этот период и формируется некоторое осознание и принятие человека, некоторая ответственность за сообщество, где он из позиции того, кто просто как бы растет и для него все, что образует его социальную среду естественным образом существует и как-то, так сказать, представленное, превращается не просто в предмет противостояния, что это я не они, а в предмет, а я готов за них брать ответственность. То есть в этот момент, когда переходы, например, вот этого младшего подростка в юношескую позицию, где я готов за что-то больше, чем я сам, брать и нести ответственность и так далее. Это и есть как бы тот самый возраст, который наиболее сенситивен для того, чтобы вообще обсуждать проблематику идентичности. Попытки решить этот вопрос, так же, как и многие другие вопросы, например, воспитания, ценности, культуры, вот в режиме, что давайте детские усадники сформируемые в средней школе, они на самом деле все не предполагают вот этого важного кризисного периода подросткового возраста, который по факту стирает почти все результаты работы. То есть если человек не вооружен способами прохождения своей, как бы сказать, вот этой периода принятия или непринятия общества, он не вооружен, так сказать, способностям, а просто удерживается некоторая норма, она быстро рассыпается и исчезает в подростковом периоде. Ну то есть в этом плане, как бы я стою на той точке зрения, что даже сверхсильные, мощные системы начального образования с точки зрения формирования каких-то ампетических и ценностных норм, они не дают никакого прироста эффекта подростковому периоду, если в подростковом периоде не случилось правильный ход работы с ними. Не влияет. Аминь Васильевич, но ведь этот вопрос, он с точки зрения может быть совсем иначе проинтерпретирован, потому что здесь как раз нужны в том числе, что очень важно для вообще культурно-исторического подхода и для теории деятельности, это вопрос о том, когда что сензитивно. Потому что можно ли вас так понять, что вы считаете, что вот момент самоидентификации, в том числе с элементом политической самоидентификации, это поздний подросток-юноша именно здесь, а тогда вопрос более ранних возрастов, это фактически обеспечивающий механизм, но происходит-то все именно в этот период. Да, 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 абсолютно так же. Где человек, это правильно, это более точная фиксация, но то есть эта схема похожа чем-то на том, как мы проговорили на этом семинаре связку среднего звена школы и старшей с точки зрения отношения предметного образования и проектного образования. То есть если не сформированы ключевые предметные формы мышления, то проектное образование с неизбежностью будет слабым на самом деле искать. То есть, наверное, такая связка, но у меня гипотезы нет там в последней истории, я не знаю, что там. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще какие вопросы? Да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Андрей Клинин, у меня вопрос такой был. Как среда участвует в образовательной программе? Вы имеете общественную социальную среду? Нет, в принципе, среда, но вот мы находимся в этом помещении, где-то среда. Среда, ну именно социальная или... Это среда, просто в принципе, где-то и социальная среда, где-то и визуальная среда. То есть, ну вот, как это помещение может воспитывать национальную дистанцию? Помещение никакого. Вы можете действительно использовать схему средового подхода. Для меня, как для деятельностей, никакой среды нет, потому что у меня есть цели, цели самоопределения, понимания других людей, коммуникации. Я средовую форму начинаю переводить в определенного типа сценарий. Какие-то получаются, какие-то нет. Поэтому средового, ну для меня, это не означает, что вы не правы, просто для меня средовой парадигмы в этом смысле не существует. Для меня есть ситуация. Ситуация есть. То есть, люди с их пониманием, непониманием, согласием, не согласием, своими точками зрения, что страшно интересно. Но для меня это не среда. И в этом смысле схема организм-среда, как очень мощная, для меня не работает. Потому что деятельностная схема более мощная, чем организм-среда. Можно я ставлю ответа? Мне кажется, что среда не формирует, а вот среду человек формирует. И в этом плане создавать пространство, в котором твое самосознание и форма бытия тебя в обществе, в деятельности будет адекватно. То есть, грубо говоря, сложно на самом деле. В основном, хочу сказать, что в том, как сейчас здесь организована аудитория, почему стоят так парты или не так парты, почему висят эти картинки или другие картинки, безусловно, это есть некоторое следствие определенного рода, в том числе и процессов самоидентификации тех, кто отвечал за эту аудиторию. Они, на самом деле, не случайно повесили Василия Васильевича Давыдова и назвали эту аудиторию аудиторией Василия Васильевича Давыдова, явно создавая ту среду, в согласии с которой находится их деятельность, которую они осуществляют здесь. И в этой связи, насколько она при этом меня формирует, это вообще, это вопрос исключительно моей личной свободы и воли и способности использовать всю конкретную ситуацию, в том числе и среду, для усиления своей позиции. Если я захочу, я могу использовать эти картинки в эту среду для какой-то своей самоидентификации. Но я уверен, 90% студентов, которые сюда приходят, им, честно говоря, нам поливать. Нет. Этой средой неудобно пользоваться. В том числе это тоже выражено. Потому что парты стоят ненормально. Согласна. Вы равноудалены от всех участников этой дискуссии. То есть у каждого участника дискуссии разные возможности увидеть Вас. Это тоже формирует... Абсолютно с Вами согласен. Именно это я хотел сказать. Но смотрите, обратите внимание. Обратите внимание. Вот я, поскольку сам, как бы, ну, из кружков из НТИ, и поэтому вот эти все интерактивные штуки, там, сказать, развернуть так аудиторию, так сюда, здесь устроить флипчарт и так далее, она, ну, как бы, для меня понятный, как бы, язык. Но я в этом плане хочу сказать, что жанр этого мероприятия – доклад. И вот, на самом деле, с точки зрения доклада, я много внимательно следил за многим чем. Я Вам скажу, нет еще более мерзопаместного, чем делать доклад в кружке сидя. Ну, то есть это вообще вот кружок, там, где можно... Не в кружке, но удобнее было бы, если, возможно, Вы были по центру, тогда было бы удобнее. Это, если это так сформировано, это была среда, ничего не было. Иссекдот 16+, когда меняли кровати вместо девочек, понимаете? Хорошо, я дальше продолжу немножко. Ну, я ответил, да? Нет, нет, немножко не до конца. Вот у Вас есть какая-то своя программа, которую Вы хотите разработать, социокультурное воспитание, там, ну, будущее, там, патриотизм, ну и так далее. Вот все цели, которые Вы ставите. Нет, я... Я не хочу заниматься патриотизмом. Более того. Ну, я... Наоборот, я сказал, что... Вы против патриотизма. Да, вы против патриотизма. И российский, и русский, ну, тут, как бы, я... Господином Паховым немножко согласен, что сложно для России вот придумать вот такую вот идеально ровную, ну, для всех применимую модель. Нет, еще раз, коллеги, можете меня еще раз... Нет, я вопрос не закончил. Вы сейчас сказали вещи, которые я сейчас... Принципиально для них. Я просто ее уточню, может быть, просто я плохо сказал. Еще раз. Я специально не хочу заниматься формированием российской детечести. Я сказал, я хочу заниматься, да, разработкой представлений о том, что такое культурно-историческая самодельфикация молодежи. Вот и сейчас можно... Еще раз. Для меня это предсказать. Почему я это хочу сделать? Потому что я считаю, что до тех пор, пока не ответят на этот вопрос, все разговоры про формирование российской детечности будут упираться именно в то, о чем вы сейчас говорите. А, пожалуйста, скажешь, вообще непонятно, что это такое. Вот, потому что момент такой. Речь не идет о том, что Андрей Александрович хочет накатать какую-то идеологию, которую с утра до ночи по радио будут для всех излагать. Я это понимаю. Почему? Потому что есть такая точка зрения, я ее, например, придерживаюсь, что век идеологии кончился. Вот, век массовых идеологий – это был 20-й век. Поэтому и первый век. Потому что что такое был учитель? Это человек, который умел читать газету, приходил и сразу радио вешал в угол. Вокруг кружок, он людей научил читать, они слушают радио, и, так сказать, он включен в эту формирование. Такое невозможно. Действительно, такой уровень усложнения сознаний, форм самоопределения, стилей жизни и так далее. Но из этого не следует, что не начался какой-то новый век. Какой век? Начался век конкурентного мировоззрения. И мировоззрение – это совсем другое образование, чем идеология. Почему? Потому что мировоззрение существует в сетях, а не связано с анализом того. Но человек, то есть в проверке слова и дела, то есть человек болтает одно, ведет по-другому. Все, вычеркиваем его из одного поля. Возникает совсем отсюда другая проблематика, которая не имеет никакого отношения к тому, чтобы какой-то один общий каток на всех надеть. Потому что это действительно невозможно. Тут с этим все согласны. Извините. Я, в общем, хочу от вас в итоге услужить финал. Вот именно лично ваше мнение. То есть, если вы говорите, что среда никак не влияет, она ни столички не важна. Получается, что дети обучаются в хорошей школе государственной, условно, в Москве или где-то в Казани, в Екатеринбурге. И в не очень хорошей школе где-нибудь в Норильске или в маленьких периферийных городах. Но обучаясь по примерно одинаковой программе с одинаковым качеством, они будут получать одинаковое воспитание. И свою самую идентификацию как россиян, у них будет действительно одинаковое восприятие. Потому что мы же запоминаем визуально. Я вас запоминаю, как вы выглядите. Вы, возможно, на некоторое время запомните меня. Мы запомним эту аудиторию в таком-то виде. Это важно. Сейчас можно я отвечу. Значит, принципиально невозможно, с моей точки зрения, сделать одинаковую российскую идентичность везде и даже у каждого отдельного взятого ребенка. Я в этом стою на жесткой позиции, что никакой однообразной стандартизованной российской идентичности быть не может. В смысле, еще раз. Вы спросили, есть ли в разных условиях, при разных обстоятельствах, в разных концах России создать одну и ту же образовательную программу, получится ли одна и та же российская идентичность? Я говорю, нет. Я говорю, нет. А что? Я вам говорю, что пусть эта программа на одинаковом уровне качества. Я не говорю, что она одинаковая. Да. На одинаковом уровне качества. Да. Но среда разного порядка. Разное качество порядка среды. Да. Программа примерно, она индивидуальная для тех, для других. Но уровень ее качества проработки, подхода, она примерно на одинаковом уровне. А среда… Нет, подождите, непонятно почему. Потому что качество, оно предполагает действия учителя. Это известный момент. Правильно, да. Про то, как в целом время работа показывает, что даже задачка известная. Там два человека пошли на охоту. Один убил двух моржей, других трех. Например, в чукотской школе совсем другими детьми воспринимается. Они говорят, а кто конкретно пошел? Человек помогает. Ну, не важно кто. Ред пошел и Хэлл. Ред не убьет двух теленей, он ленивый. Поэтому, господин учитель, вы что-то не то говорите. Это что означает? Это означает, что если человек конкретно работает в среде для того, чтобы обеспечить качество, он должен вступать в коммуникацию с этими людьми, добиваться постановки ими мотивационных определенных задач и так далее. Поэтому, как бы, усредняющей программы единого качества, без деятельностной начинки, кто это будет делать, просто нет. То есть, это абстракция. Я немножко проще скажу. Вы слово среда иногда воспринимаете и очень широко. Вот банально, просто здание. Не среда. Здание, почему? Почему? Георгий Ильич, прошу прощения. Но давайте, как бы, если речь идет о том, можно ли сформировать, обучить или, как бы, обеспечить условия для появления историко-культурно-самодификации учащихся в зданиях разного качества, если об этом вопрос, то да. Ленин шалашей все делал. Ленин шалашей все делал. Я ответил? Да, я ответил. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще, если есть вопросы, замечания, пожалуйста. Еще есть? Андрей Александрович, тогда будем продолжать. Вот у Юры есть, и вот сейчас мы тебя дадим, потому что полемику ведешь. Сейчас, Андрей Александрович, пусть еще несколько тезисов скажет, потом тебе даем слово, как оппоненту. Да, я могу сюда. Следовательно, дальше вопросы, которые идут как бы на некоторую проработку. Может быть, в ответах на ваши вопросы я буду вводить уже как бы существующие, но сейчас я буду двигаться в режиме тех вопросов, на которые я попытаюсь ответить. Во-первых, она связана с тем, что само понимание, само понятие идентичность с неизбежностью в любом случае вызывает в некотором попытке описать это как некоторую сущность с определенными характеристиками и фиксациями. В этом плане, с моей точки зрения, это достаточно ложный путь в работе. Прежде всего, потому что, первое, я уже сказал, процесс самоидентификации человека с историко-культурной общностью, он вообще продолжается на протяжении всей жизни. И мы можем ввести понятие идентичности как способа фиксации здесь и теперь того, как конкретно сейчас и здесь и теперь человек себя понимает в этой историко-культурной традиции. То есть, идентичность, она может быть способом фиксации здесь и теперь того, как человек себя видит в этой традиции. То есть, я в данном случае россиянин в этом смысле. В этом. Или, а через 10 лет случится совершенно другое. То есть, в этом плане, для меня идентичность, она намного, то есть, она всегда привязана конкретно историко-культурной ситуации, в которой я должен определенным образом занять позицию и удержать свою как бы субъектность. При этом, понятное дело, что поскольку речь идет о процессе, то говорить о том, что мы имеем дело, вот как бы, как это пытались босмодернистские теоретики идентичности современной, да, ну там, прежде всего Геген, так сказать, и ряд других, так сказать, как бы современных специалистов в этой области, вести представление о том, что этот процесс может быть прерывистым. То есть, грубо говоря, я могу на самом деле сегодня быть одним, а завтра не просто другим, а принципиально другим, то есть, вообще другим, то есть, противоположно другим. Это, ну, с моей точки зрения, просто нарушение понятия процесса исходного, так сказать, то есть, она как бы, ну, это игра некоторых, так сказать, представлений. А мне интересует выделение и понимание некоторого субъективного процесса на протяжении, так сказать, больших периодов. Где, еще раз, идентичность, это фиксация того, как в конкретной историко-культурной ситуации я себя позиционирую как носитель этой традиции. Поэтому сама постановка вопроса о том, что нужно сформировать какую-то российскую идентичность, с моей точки зрения, она неправильна методологически. То есть, на самом деле, ее нет в этом плане, как бы, как некоторого готового стандартного набора, так сказать, шаблонов, которые просто отранслируются от старших к младшему, ну, или, так сказать, в системах образования. И в этой связи нам, то есть, если это, это же следствие этого суждения, означает вот что. Мы, на самом деле, при таком повороте и выделении такого предмета можем обсуждать наличие разных типов российской идентичности, которая проявляется по-разному в одной и той же историко-культурной ситуации. То есть, примерно таким же образом, которым, я бы сказал, шел собственный диалог между Пушкиным и Чаодаевым. Потому что, как известно, и Пушкин, и Чаодаев, то есть, в этом была возможность их вообще диалога. Что и Пушкин, и Чаодаев, вообще-то, себя заявляли как носители российской идентичности, ну, говоря нынешним языком. Но в конкретной историко-культурной ситуации, они совершенно претенциально по-разному ее заявляли. И тип российской идентичности, который был сформулирован Чаодаевым, и Пушкин находился в этом плане в нормальной проблемной, как бы сказать, растяшке, которая потом, собственно, и разворачивалась. Отдельный вопрос, на самом деле, насколько все эти ситуации способствовало государство, которое сделало Чаодаевым то, что оно сделало. Это как бы первый тезис. Андрей Александрович, ну, вот этот тезис, он не совсем понятен, потому что он состоит, как бы, на мой взгляд, из двух частей. Первая часть элементарная. Вы как бы что говорите? Что не идентичность, а идентификация. Что идентичности, как какой-то вечной морфологической сущности, типа там стакана, ее не существует. А есть процесс самоидентификации, который осуществляет человек. Это понятная часть. Но дальше вот вы говорите совсем другое, когда вы говорите про разные типы этих процессов. Почему? И тут нужны пояснения. Потому что это в какой-то мере напоминает, как говорят политтехнологи, которые запускают программы воздействия людей на выборы. Они говорят, неважно, как люди скажут, плюс или минус, важно совсем другое. Этот фактор для них, у них вызывает откликаемость или это для них безразлично? Потому что если это возникает откликаемость, одни там придут в ужас, другие наоборот восхитятся. Но тем самым наша программа, как они говорят, политическая, она действует на людей, и мы все равно их втянули в некоторый процесс. Одни будут за, другие против. Но если их спросить, вообще значимо ли было то, что вам сказали, они сказали, да, значимо, там весь день переживали. Вот эта вторая часть, она совсем другая, чем первая, она более сложная. Потому что здесь возникает вопрос, относительно каких факторов должна происходить самоидентификация. Это сразу возвращает нас к исходному вашему тезису про культурное, историческое, на каком типе содержание должно развертываться. Можно сказать, но у нас нет процессов самоидентификации, потому что телевидение, какие-то важнейшие вещи, замещены и обесценены какими-то совершенно пустыми. Вот, например. Или вы что-то имели в виду другое здесь? Нет, именно это. Да, хорошо. То есть я имел именно это, и для меня, на самом деле, просто отход от, как бы, такой объектно-свойственной модели, когда я, на самом деле, в российской идентичности выделяю некоторые свойства, их начинаю, как бы, морфологизировать, как бы, и описывать, ну, на языке, например, ценностей. Например, российский человек обязан, и дальше концепция духовно-нравственного воспитания, где положено, по-моему, я уже не помню сколько, там, 15 ценностей россиянина, которым должен каждый россиянин соответствовать и так далее. То есть такая объектная, морфология, вещественная, я сказать, способ движения. Вот, если он не такой, то это означает, что, действительно, мы должны задавать характеристики процесса, а не характеристики объекта, так сказать, ценностного. У меня нет ответа на вопрос, там, так сказать, через что и как мы это сделали. Есть примерно понимание, что это, что речь идет о том, что есть базовое, какое-то определение сущности этого процесса, который связано с тем, что для меня прошлое, настоящее и будущее моей историко-культурной общности принимается мной как мое. То есть я как бы, это достаточного основания, в котором я могу дальше сказать, ну, то есть начинать разговор с человеком, где он говорит, сказать, как бы, это, да, я тоже такой же, я тоже принимаю как свое. Но для меня, да, так сказать, сталинские репрессии обладают, ну, формой изничтожения российской культуры и вообще, и так далее. А я в ответ, да, сказать, как бы, или там кто-то еще скажет, нет, для меня сталинские репрессии, то есть я, и, но это уже возможность разговора. Если же человек с самого начала говорит, знаешь, а мне как бы все эти ваши сталинские репрессии настолько стали, ну, отчудили меня, что я вообще не хочу никакое дело иметь с вашей, этой самой русской историей и культурой, то в этот момент все, все понятно. Я как бы выпадаю из этого процесса, и речь идет не о том, что у меня есть какая-то российская идентичность, а о том, что я начинаю как бы, ну, этот разговор уже бессмысленный, на самом деле. Юра, ну, вот, мне кажется, здесь Андрей Александрович, наконец, на ваш вопрос начинает отвечать, потому что он как бы что говорит? Ну, да, принимаем, что существует огромный набор совершенно разных групп, общности с разным типом самоопределения, сознания, но поскольку задача не заключается в том, чтобы морфологически найти какую-то общую идентичность, а вопрос идет о том, чтобы создавать условия для процессов самоидентификации по отношению к каким-то событиям, то здесь тогда совсем другая возникает модель. Вопрос о масштабах тот же самый остается. Конечно, остается. То есть вопрос в том, можно ли такое сделать со всеми, да? То есть об этом вопрос говорит? Ну, вот я бы тогда немножко, пока вопрос не буду пока никаких судей не делать. Вопрос первый. Вот почему вы говорите все время о школе, а не о кружке? Вы же из кружкового движения пришли. Почему вы считаете, ну, то есть, наверное, не случайно, что с этим стоит вообще? Потому что вроде про школу ясно, что она не очень хорошее место для разных хороших вещей. А если на кругу? На кругу, наверное, побольше. Там свободы побольше. И второй вопрос. Вопрос вам задать, как я с вами. А, насчет того, вот есть, наверное, национальная идентичность, да, а есть глобальная идентичность. И я тоже как-то отрицать, думаю, мы не можем там... Нет, Материн, ты переходишь в то, с чем докладчик спорит. Он говорит, что для него идентичности как таковой, как некоторые морфологические, личные сущности... Ну, пускай идентификация, ладно, это половушка языка попали, ничего не справился. Но, скажем, ну, музыка там или математика, то есть есть какие-то... То есть, вот как вы вырезаете то, что следует относить к национальному культурным традициям, что они следуют как границу? Ну, два, то есть, почему школа не кружок, а как правы эти границы между глобальными ими самыми? Почему школа не кружок? Ну, год назад мы с Аркадием Ароновичем, Виталием Владимировичем, покойным Виктором Александровичем здесь примерно сидели. И с Алексеем, так сказать, с Андосеем, так сказать, Лидиным тоже в школу движения, ну, пытались доложиться и сказать, ну, как бы, что вот вы, вот, хватит школы, давайте кружок. И через год я здесь сижу, в том числе как руководитель образовательной программы магистрской, так сказать, как бы МГППУ, что означало, что мы признали, что снятие с повестки вопроса о преобразовании российской школы, в том числе, и на основе тех подходов, которые мы реализуем, ну, в кружковом движении, это, ну, скорее проигрыш, чем, сказать, сила. То есть, безусловно, да, мы можем, на самом деле, сказать, сделать простую вещь, и сказать, в пространстве кружков, детсказрослых, неформальных сообществ, энтузиастов, все эти вопросы решаются очень легко. Ну, в общем, то есть, я очень хорошо понимаю, как в пространстве своего кружка я эти вопросы буду решать, на самом деле. Ну, там, можно технологизировать, можно передавать, но это, примерно, как если бы я сказал, ну, все, хватит, как бы, там, единственный способ существования русской культуры, это моя, там, не знаю, так сказать, старообрядческая община в Австралии. Ну, то есть, это сдача позиции. Это вызов, который мы приняли, я пытаюсь его, я не знаю, получится ли или нет, но это вызов, на самом деле. Выход на такое решение, которое бы могло бы стать некоторым институтом пересборки сообщества. То есть, получится ли или нет, я не знаю, на самом деле. А так, я, в принципе, согласен. Конечно же, большинство тех подходов, которые я обсуждаю, это подходы, которые, вообще-то, должны реализовываться в пространство неформального детского взрослого сообщества людей, как бы, принимающих на себя определенную миссию, задачу и так далее. Это ответ на первый вопрос. Второй ответ. У меня есть некоторая попытка ответа на этот вопрос, в том, как я вообще понимаю, что является сейчас формой, в какой форме идентичности сейчас мы можем начинать, как бы, удерживать процесс самоидентификации в российской культуре и истории, где для меня отсутствие принятия на себя, в том числе необходимости соответствовать мировым, общечеловеческим уровням знания культуры и образцам деятельности является условием того, что ты, вообще, можешь сохранить себя внутри российской культурной традиции. То есть, грубо говоря, для меня, вот, есть совершенно удивительный, так сказать, автор, малоизвестный, который Юрий Вячеславович очень любит, Шишков, который обсуждал эко-национализм, так сказать, Шушарин. Шушарин, где эко-культуру, что на самом деле российская культура и российская цивилизация в принципе уже с определенным моментом не может существовать как эко-культурное образование. В этом ее, как бы, феномен и уникальность, что она не может не быть, как бы, соответствовать и входить в пространство мировых образцов культуры, практики, в том числе музыки, науки и так далее. То есть, иначе, то есть, она, ну, то есть, это уже, как бы, редукция до какого-то очень древнего состояния, того, так сказать, в каком состоянии мы там тысячи, тысячи лет назад были. И это означает, что для меня глобальное не противоречит национальному в этом части. Для меня, на самом деле, наличие некоторого ответа и удержания пространства своей культуры, языка и так далее, так сказать, как бы, глобальных образцов деятельности является условием сохранения своего. Но это не означает, что у тебя не может быть, не должно быть родины. Как только ты теряешь, на самом деле, принадлежность и удержание корней, за которые ты отвечаешь, где ты, собственно, проявляешь свою связность с прошлым, настоящим и будущим, ты с неизбежностью, на самом деле, улетаешь, ну, в такие зоны, про которые, ну, я не хотел про эту тему говорить, ну, видимо, это ключевое. Для меня потеря, то есть чистое движение глобальной идентификации, идентификации в планетарном человечестве или как-то еще, без удержания своих корней, означает, что ты просто попадаешь, ну, нерефлексируемой тобой, в зависимость просто от другой национальной цивилизационной парадигмы. То есть никакой, то есть все люди, которые говорят, что я, так сказать, как бы, космополит или глобалист, на самом деле имеют в виду, что они просто признали на другую цивилизационную парадигму, и в ней живут и существуют просто, ну, то есть, там, европейцы, там, так сказать, и так далее. То есть человек, который уехал в Таиланд, сказал, что я уже не россиянин, а хочу просто жить и успокаиваться, не значит, что он выпрыгнул, как бы, так сказать, из какой-либо другой конкретной локальной идентичности. Он продолжает не быть, просто он не хочет ее рефлектировать. А это нормальные формы манипуляции людьми, чтобы они не рефлектировали, собственно, какой, собственно, традиции, они сейчас стали принадлежать и к кому они служат. Но и наоборот, Андрей Александрович, потому что Миклуха Маклай, который лечит попуасов или живет там на этих островах, тоже может быть представителем как раз русской культуры. Конечно, это совершенно не важно. Нет, когда мои ровесники начинают переезжать за рубеж, скупая, как бы, дачи и дома в Таиланде, в Испании, в Италии, говоря о следующем, что больше невозможно жить в России, как бы, ты у нее спрашиваешь, ну, а ты теперь, как бы, живешь в Италии, ты теперь, как бы, итальянец? Они говорят, да не, 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 какой я итальянец там, а ты там кто? Ну, не, я теперь просто решил, скажем, что я там все-человек, так сказать, общий человек. Но это вообще ничего не означает, потому что одно из двух. Либо на самом деле они просто сделали паузу в своей процессе самоидентификации. Это момент такой, ухожу от тебя, больше жить не могу с тобой, но через год вернусь, да, сказать, потому что сил мне тоже без тебя жить. Либо человек говорит, скажем, все, да, я стал, как бы, частью европейской цивилизации, принадлежу ей, и просто, как бы, не хочу в этом признаваться почему-то, а так, в принципе, да. Хорошо. Александр Александрович, я хотел обратить ваше внимание, что разговор все время идет о рефлексивных процедурах. И меня это очень смущает. Неслучайно в вопросе нашего магистранта прозвучало, как младшая возраста вы оцениваете. И Юрий Лаврович тоже сделал заход, ну, такой мягкий, толстой. От рождения до пяти лет вся жизнь, от пяти лет до меня один шаг. Понимаете, вот так ли важно рефлексивные процедуры? Человечество, особенно интеллигенция, настолько склонна к рефлексивным процедурам, а выясняется, что колбасы просто нету. Понимаешь, вот здесь очень важно понимать базовые ценности, которые не обязательно должны осознаваться. Вот момент осознания, для меня момент вторичный. Это, я специально хочу подчеркнуть, это одна из трагедий Выгонского. Потому что он уловил знаковые формы, как способы регуляции психологического статуса, не поняв того, что понял Леонтик. Что в предметной деятельности формируются базовые структуры, которые, по сути дела, дают содержание, но не все содержание. Мне кажется, что многие вопросы идентичности, это вопросы бессознательного. И сознание здесь может поступать идеологической работой. Очень хорошо организованной, менее хорошо. Мне кажется, нужно отнестись к этому, на сюжете. Спасибо большое. Я повторяю, что я действительно не могу отвечать за всю эту течность. Я не знаю, что там происходит раньше. Для меня важен подростковый период, потому что для меня в подростковый период происходит достаточно важный процесс, связанный с тем, что человек может выйти в позицию общественного действия. Сейчас, Андрей. Мне кажется, Николай Николаевич очень важный задает вопрос, который вообще продвигает эту тему. Потому что речь идет о чем? Меня в свое время пригласили от ЮНЕСКО делать доклад восстановления образования в Чеченской республике. И мы там столкнулись с чем? С одной очень, ну, меня поразившая вещь, хотя она кажется банальной, а именно, что когда в условиях разрухи и войны ребенок вынут из школы, у него невроз начинается. И возвращение его просто в школу, где его начинают кормить. То есть его там один раз кормят. Он просто успокаивается, у него восстанавливается сон. И фактически-то Николай Николаевич о чем говорит? Что есть все равно какая-то базовая предметная основа, на которой потом может развернуться процесс его там личного самоопределения, осознания. Но человек, например, у которого этой основы нет, ну вот как в случае с чеченскими ребятами, у которых во время войны был просто невроз. Ну, бесполезно обсуждать с ними рефлексивное самоопределение, потому что их надо сначала успокоить. Ну, просто довести до состояния, где они будут чувствовать защищенность и так далее. Вот. И этот вопрос, он тоже очень важен, потому что это как раз разные контингенты детей, с которыми, ну, учащимися, с которыми вы в том числе в кружковом движении связываетесь. Игорь Вячеславович, я согласен, но я боюсь, вот какой ловушке, в которую, мне кажется, может, я ошибаюсь, попало развивающее образование. Двигаюсь таким образом, доходишь до определенного возраста, начальной школы, например, и дальше 20 лет занимаешься ею. Ну, вот, в этом плане, то есть, я очень, я понимаю эту логику, то есть, я начинаю спрашивать, так, подожди, ну, вот, я, допустим, формируюсь здесь, где подростков, так сказать, определенный тип, какой, практик, да, так сказать. Дальше кто-то из подростков, так сказать, как бы, включается, кто-то, нет, наверное, потому что у них по-разному на предыдущей стадии что-то было сформировано. Не, подождите, а зачем вы такое делаете? Если вы работаете на определенном, с четко определенным возрастными когортами, то у вас задача заключается в другом. Вы в момент самой вашей работы должны диагностировать, какие живые предпосылки у этого человека уже есть. Не то, что забираться в своих моделях, как врач, если вы с этим периодом, с этим конкретной личностью работаете, вы должны здесь все это установить. То есть, с какой предметной основой сформированной вы имеете дело. Потому что, согласитесь сами, ну, например, даже если вы начинаете работать с ребенком, который уже до этого вошел, ну, там, в чите или где-то, в группу просто уголовных сообществ, да, или человеку, у которого вообще нет никаких представлений о понедельном мышлении, вы же с ним по-другому будете просто работать. Вот об этом идет речь. В этом смысле, может быть, коллеги указывали на это, может быть, мы точно сформировали как среда, но именно на это указывали? Ну, все-таки, мне кажется, тут более важен вот этот акцент на предмет. Не могу ничего сказать. Я понимаю важность этого вопроса и с неизбежностью, но мне бы сейчас пока положить эксперимент гипотезу о тех формах практики с подростками, которые, кстати, уже сейчас могут как-то это проявлять. Хорошо, хорошо. Тогда более такой вопрос. Является ли для вас механизм идентификации исключительно рефлексивным процессом? Да, вот это будет, да, да. Почему я сюда ухожу? Потому что для меня идентификация, теперь если класть, это мыследеятельностный процесс. То есть он, на самом деле, одновременно разворачивается, как бы, сказать, в мышлении, коммуникации и деятельности. И прежде всего для меня ключевая, как бы, характеристика в том, что в конкретной ситуации, так или иначе, идентификация обеспечивает мне возможность самоприклиться в этой ситуации и осуществить определенного рода действия. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что возможность перевести некоторый образец, удерживая умной в сознании и мышлении, как некоторые, ну, как бы... Конструкты. Конструкты, которые я, так сказать, удерживаю, например, там, так сказать, в том числе образ, там, ну, типа мышления Вернацкого или Флоренского, которые, так сказать, пытаются, там, так сказать, удержать норму русской культуры в определенной ситуации, которая... Ну, это же я в мышлении удерживаю, этот образец, его как-то разбираю. Для того, чтобы я смог это перенести в конкретную форму действия здесь и теперь в свою, я должен это делать рефлексивно. Я не знаю, как еще иначе это можно сделать. То есть, я говорю, другого механизма перехода из слоя мышления, из слоя действия, как рефлексивного типа, так сказать, я говорю, я очень плохо понимаю. Может быть, они на самом деле есть, Юрий Вячеславович. Я вот сейчас... Они точно есть. Наверное. Но это первый ответ, да, так сказать, почему я, собственно, рефлексивный. Второй ответ заключается в том, что, ну, благодаря тому, что мы, как бы, с Юрием Вячеславовичем, наверное, там, в середине 90-х годов в тему идентичности включились вообще-то не из сферы образования, а из сферы проблематики константальных войн, так сказать, ну, правильно понимаю, да, так сказать, то есть, ну, это был один из ведущих, где мне совершенно понятно, и, ну, это, как бы, это моя, как бы, некоторая антология фиксации, где мы вообще находимся, ну, что современный тип человека, ну, особенно подростка и старшая, он бомбардируем огромным количеством, как бы, так сказать, мыслей, образов и вообще образов, которые на уровне как раз нерефлексивном пытаются, как бы, так сказать, ну, дать ответы определенного рода, в том числе по вопросу о том, так сказать, как относиться к своей собственной истории, культуре, стране, будущем и так далее. И это поле, вот это поле постоянной бомбардировки определенного рода нерефлексивным образом, там, через фильмы Голливуда, через фильмы, так сказать, через особый тип структурации контента в Фейсбуке или где-то еще, и это, как бы, вещи уже прозрачные, а непонятные. И для меня иного способа, как бы, удержать себя и сказать, как бы, а сейчас во мне что говорит вообще, так сказать, когда я начинаю так реагировать на это событие, или так понимать, там, читая Достоевского, то, что там, это во мне сейчас просто Голливуд начинает просто говорить определенным образом, или это моя собственная позиция, которая выращена в процессе самоидентификации. Опять же, кроме как рефлексивно, непонятно как. Там же действительно будет, как бы, это еще хорошо, говорю, если, ну, то есть, я это просто очень много раз видел, да, люди, выросшие, там, так сказать, в православных семьях, там, так сказать, которые там в этом пространстве, очень быстро, буквально за нескольких шагов, там, нескольких ситуаций, которые они просто не смогли пройти в силу ряда обстоятельств, моментально полностью отказывались от всего этого и переходили на совершенно противоположные позиции. Когда, ну, и спрашиваешь, а что там у тебя случилось? Ну, просто мерзко стало. Казалось бы, сказать, все это было уже сформировано, там, сказать, уже была такая среда осознанная, где они там все это на уровне бессознательного даже были, там, формы жизни. Но такая уровень бомбардировки осуществляется, сказать, что это очень легко, снимается просто, если у человека нет вот этой рефлексивной мощи удержать себя. Либо базовых ценностей. Конечно, либо базовых ценностей. Либо базовых ценностей. Что он так знает, как они сформированы? Вроде бы выглядело, как будто бы были. Нет, Андрей Александрович, тут я тоже бы с Леонидом Николаевичем согласился. Но вопрос базовых ценностей, он важнейший, как подоснованный. Теории базовых ценностей нет, Георгий Александрович, но нет ее. Как Волод говорил, у нас за что-нибудь важно, того и нет. Бога нет, теории ценностей нет. Но есть еще один момент, который как раз возвращает через вопрос Николая Николаевича, к тому, что Юрий Пахомов все время спрашивает. Потому что смотрите, вот то, что вы нам описали, на мой взгляд, сейчас и представили, на мой взгляд, это прежде всего ваше самоопределение, как педагога, который задает позицию работы с самоидентификацией, где он постоянно рефлектирует, что воздействует как. А при работе-то с представителями разных групп и общностей какие-то нужны более действующие рецепты, типа такой-то фильм посмотреть, такую-то песню спеть, такую-то вещь сделать, то есть другой арсенал. То есть не обязательно переводить, в том числе подростка, в такую постоянно рефлектирующую субстанцию. Ну, сейчас я пока скажу дерзко, а потом скажу после того, что я не дерзко. Дерзко звучит так, но я считаю, что в школе надо смотреть все. То есть на самом деле, в этом плане для меня, может быть, даже в том смысле, чем более, например, антироссийский и нелепый будет фильм, тем точнее надо его смотреть в школе. И наоборот, чем более он будет похож на очень правильный фильм, отвечающий, так сказать, и делающий вид, что он очень такой пророссийский, тем меньше его надо смотреть в школе. Почему? Потому что для меня предметом обучения в школе, вот в этой тематике, должно стать не конкретное содержание, конкретных книг, фильмов и так далее, а те способы работы с ними, но я говорил о подростковом возрасте, опять же говорю про подростковый возраст, который позволит на самом деле, так сказать, вычленить и выделить свой тип идентификации по отношению к этому содержанию. То есть для меня это на самом деле, так сказать, на порядок более важная вещь, потому что сложить некоторый набор правильных фильмов, правильных книг и так далее, ну, намного проще, чем на самом деле, так сказать, обучить тому, как с этими книгами работать. Это понятно, но вопрос, который ставит Николай Николаевич, он чем определяется? И это вопрос одновременно Юры Пахову. Все определяется уже в том числе во многом. Некоторой первичной ценностной матрицей, которая закладывается в семье, там от простых вещей, там орет отец на мать, бьет ее или нет, то есть или там более-менее нормальный климат и психоза нет, потому что вы, когда начинаете подкладывать ему какую-то вызывающую, в принципе, провокационный даже момент, то есть вопрос, на какой субстанции это все происходит. И действительно группы очень разные, потому что одних нужно просто успокоить, то есть вообще им просто сказать спокойно, что вообще добро существует, и оно может победить. И некоторых нужно укрепить, например, в этом. Другим можно подложить какие-то более сложные вопросы. Как они сами с ними будут справляться? То есть это же очень разные типы уже дальше воздействий, в зависимости от того, с чем мы имеем дело. Я согласен. С этим я согласен. Версии о том, что это может быть за базовые структуры, как бы сформированные, они есть. То есть понятно, что они связаны с тем, как вообще человек себя видит и понимает в обществе. Насколько как бы вообще сформировано, у человека есть культура или какой-то позитивный, в жизни в деятельной некоторой обществе. Неважно, в семье, семья ли была такой деятельной общностью, или он в школе сформировалась такая, то есть понятно, что если у человека не сформировано, у него нет базы видения себя в обществе, то когда ты говоришь, а как ты себя видишь в России, воображаемой вообще-то в обществе, то там очень сложно. То есть версии о том, что есть вот эти базовые, структурные какие-то вещи, и по-разному надо работать с разными, наверное, да, но это надо анализировать. Они тоже не процедуры сознания. Вот мы сидим в аудитории Давыдова, и Давыдов говорил, что подростковая школа – это не школа предметов. Подростковая школа – это школа общественно-полезной деятельности. То есть это деятельности, где он сам должен себя, свою вшивость показать. Да, я согласен. Нет, Больдова с этим согласен. И, наверное, если Юрий Чулаевич разрешит как будущего научного руководителя, я могу попробовать там поиспользовать понятие типа энергии, того, чтобы сказать, которые там не рефлексивно деятельность на вас, как чисто сказать, процедуры. Нет, подожди, но то сейчас последнее, что Николай Николаевич сказал, сославшись на войну, обратившись, не на... обратившись к Василию Васильевичу, да, потому что он присутствует тут, я уверен. Вот. Это ведь то, что как раз интересно в кружковом движении, потому что ведь основное, на что реагирует масса школьников, что нет этой общественно полезной деятельности сегодня в школе. Вы их впервые включаете. Я согласен, то есть я хочу сказать, что я совершенно точно понимаю, что если мы начинаем работать с такой неицей, как в общности, да, то там чисто рефлексив, индивидуальные рефлексивные механизмы, это маленькая толика того, что вообще происходит между людьми и что оседает на каждого из человеков, но в общности, да. То есть и на самом деле то, что там собственно происходит, и если вообще мы можем начинать создавать в кружках, а уж тем более в школах, детско-взрослые образовательные общности, как их собственно описывал Виктора Ивановича, так сказать, и от Слободчика, то есть это собственно, но это действительно совершенно другое качество того, о чем мы говорим вообще, так сказать, в целом. Но выделить, что при этом там происходит, да, так сказать, кроме рефлексивных механизмов, как бы, так сказать, переотщепления себя от этой общности и ее, наоборот, возвращения. Нет, подождите, Андрей Александрович, мне кажется, здесь более фундаментальная вещь, и, ну, она видна, абсолютно, потому что ведь что начинают в том числе говорить школьники, когда они попадают там на проектные хакатоны и на это все, они сначала пытаются на зуб попробовать, что вы им подсовываете, то есть это действительно ли реально общественно полезная деятельность, которая вообще имеет смысл. И с этой точки зрения взрослые эксперты, где можно с ними в диалог вступить и обсудить, а вообще вот это нужно, то, что мы делаем, этот проект? Начинаем с другого. Хорошо. Начинается не с того, что они проверяют, насколько то, чем они занимаются, нужно, а начинается с того, что они понимают, насколько взрослый перестал, как бы, на тобой давлеть и стал с тобой вместе. Вот на самом деле то, что дальше, они начнут уже проверять. Исходно есть момент, как бы, совершенно проверки того, насколько этот взрослый перестал быть таким же взрослым, как и все другие. А вот почему на этой психологии отвечают? Потому что он дорос до того, чтобы в нем писали взрослые. Конечно. Да, конечно. А это и есть условия для этого. Это не явление, это сущность того, что происходит в явлении. Вот этот момент надо ловить. Самый главный момент, где человек начинает чувствовать, что он человек. Уже буква повыше стала. Вот мне кажется, это очень важно. Вот это, пожалуйста, Ваш вопрос или Ваш замечательный. Андрей Александрович, Вы просто так сделали, что это некоторые психологические и неспективительные процессы, которые в основе лидичности лежат. В чем, Николай Николаевич говорит, что нельзя показать в основе лидичности. С моей точки зрения, нужно как-то еще ответить на вопрос, обратить внимание на боевые процессы. Потому что какова их роль лидичности? Потому что, ну, с моей точки зрения, там, примятие, как Вы сказали, на себя, в том числе ответственности за больше, чем ПСО, это вопрос волевой. И человек принимает или не принимает, потом принимает или не принимает, там есть обязательно такой вот индивидуальный, да, и в личности даже, как бы волевой акт какой-то. Не потому он не принимает, что он вообще там ни за что не хочет отвечать, а именно за это он хочет там отвечать. Он хочет считать, что он принадлежил вот к той идентичности, где есть столикник. И он не хочет. Это волевой в том числе акт. Не только акт, а также сильный, не только там мыслительный, вот не только еще какой-либо. Вот, и в этом смысле очень интересно, что Вы думаете о роли в идентичности, в идентификации. Ну, я сейчас скажу, не прорабатывал понятие воли, но и психологическое, в смысле. Понятие воли много, как бы продумывалось, продумалось только философски, как бы, так сказать, в силу образования. Поэтому я бы высказал некоторую гипотезу, но за нее бы не сильно, ну, ты не гипотез, берешь такую версию, какой-то ответ, который для меня сейчас внутрь, не сказать, как-то ближе. С моей точки зрения здесь речь идет о том, что для меня есть два вопроса. То есть, есть первый вопрос. Удержать свою идентичность в определенной ситуации, историко-культурной, да, то есть, удержать себя в потоке и в процессе самоидентификации. И здесь возникает действительно вопрос волевой, потому что, ну, вообще-то, на самом деле, скорее всего, это невероятно непростая история. И очень просто осуществлять самоопределение ситуации, но с потерей и вот этого процесса самоидентификации. То есть, легко самоопределиться по ситуации, а не с точки зрения историко-культурных основ, на которых ты стоял, там, придерживаешься и так далее. Ситуация, она, как бы, каждый раз, как бы, тебя вырывает из этого историко-культурного слоя. И первое, ну, как бы, понимание, если я правильно понимаю, что такое воля, это вообще, когда ты вдруг неожиданно, сказать, но получаешь, как бы, силу, тем не менее, это сделать. То есть, вот, как бы, удержать, так сказать, свою элитичность ситуации. Второй момент, который, это, как бы, это одна сторона. Вторая сторона она связана с тем, что, опять же, у меня есть версия, вот, вопрос в том, а зачем, вообще, нужна эта самая, так сказать, историко-культурная идентичность? Зачем, вообще, быть в этом, и заниматься историко-культурной идентификацией? Для меня это вопрос масштаба моего сознания, откуда я могу черпать некоторую энергию для действия и для образов, смыслов, которые я могу транслировать, содержание тех проектов, которые я могу вести. Если мое сознание схлопнуто, когда человек не занимается воспроизводством себя из прошлого дня, когда сознание схлопнуто до непосредственных переживаний дня, в которых ты находишься. Это известные сейчас в психиатрии феномены, когда люди просто перестают удерживать систему ответственности перед семьей, перед друзьями, потому что увлекаются компьютерными играми, увлекаются виртуальными реальностями. И у них, по сути дела, зона их удержания себя отдельно занимает. Что когда мы говорим про сознание, существующее в процессах историко-культурной самоидентификации, мы им делаем достаточно широким горизонтом, который человек себе полагает. И он начинает, как Тарковский говорил, Арсений, я выберу любой из столетий, войду в него и дом построю в нем. Для меня на самом деле движение по историческому полю становится естественной формой существования меня, соответственно, вопрос, где я могу каждый раз обращаться к этому историческому полю и принимать особые основания. То есть это вопрос в этом плане, когда воля это не то, что является моей характеристикой, а когда я начинаю подключаться к этой родовой историко-культурной воле. И она позволяет мне, на самом деле, выходить на совершенно другого масштаба проекта, смысл и так далее. То есть вот, опять же, это не психологическое понятие, в данном случае я не знаю, насколько оно вообще имеет какой-то аналогии, я просто не занимался этим вопросом психологической действительности. Вот флософство для меня это достаточно понятно. Андрей Александрович, ну вот из того, что Вы сказали, отвечая на вопрос Ольги Игоревны про волю, мне становится совершенно понятно, что вот та предыдущая часть, которую мы стали обсуждать благодаря вопросу и дальше замечанию Николая Николаевича, она невероятно важна. Почему? Потому что явно получается, что есть все-таки две пока в Вашем выступлении неравноценных части. Одна часть, она касается с пространством культуры, знаковых форм, рефлексии, а другая часть, она связана с реальным включением в некоторую деятельность, или как в том числе Георгий Петрович говорил, с какой компашкой поведешься, то с тобой и будет. То есть, ну, ты включаешься в общность, но при этом за этой общностью ты чувствуешь, стоит общественно полезная деятельность, ты в нее включен. И мне кажется, вот этих две части, они должны удерживаться одновременно. Почему? Потому что, если эта часть исчезает с общественно полезной деятельностью, то есть с предметом самих проектов, да, то часть расширения пространства культуры, рефлексия превращается в некоторый тип идеологии. Она может быть, ну, идеологии в том числе в хорошем смысле. Ну, если про это только говорят. Ну, и в том числе демонстрирует какие-то образцы и какое-то содержание. Но у меня нет реального проживания, как у подростка, что вот я попал туда, куда меня надо. Мне-то больше всего поразило то, что вы рассказывали на проектной школах, когда школьники подходили в конце дня и говорили, что, ну, вот я впервые получил то, чего я не могу получить в школе. И даже плакали, поскольку вот было это ощущение, что вот я, наконец, попал во что-то реальное, серьезное, а не просто вымороченное и так далее. Нет. Ну, а как нет? Нет. Да. Потому что, как его, это были 30 дней, ради которых стоило жить. Да. В том числе может означать другое. Не то, что я занимался общественно важным делом, а в том, что тот тип общения меня и взрослых, который я сейчас есть, он настолько заметно отличает от того, что я был в жизни. Подождите, 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 не соглашусь здесь с вами. Это уже вопрос о том, как подросток понимает общественно полезную деятельность и чему он отдает значение. Конечно, конечно, общественно полезная деятельность, это не просто то, что я лопатой перекидываю землю. Это в том числе, прежде всего, и разговоры по поводу того, чего мы делаем на равных, поскольку меня признают, что я тоже что-то могу. Нет, знаете, я что хочу сказать, что для меня удостовериться то, чем я занялся, да, вот сейчас с этими взрослыми, действительно имеет общественную пользу. Это не пользу, не пользу, не пользу, не важно, общественную значимость. Невероятно сложный акт, который необязательно случается. Более первичным является не то, что я знаю то, чем я сейчас занимался с этим взрослым вместе, что она имеет общественную значимость, тем, что то, как я общался в процессе этой работы с этим взрослым, принципиально для меня ценно. Не потому, что эта деятельность значима для мне, а потому, что сам тип общения, построенный сейчас со взрослым, для меня ценен сам по себе. Или с ровесниками. То есть, на самом деле, я к чему говорю, скажешь, я согласен на то, что нужно вытягивать общественное значимое, но исходным признанием, то есть, грубо говоря, ну, так же, как и с Россией, с Родиной и так далее. Я не могу точно сказать, вот моя малая Родина, в которой я там родился, в которой я дом, моя семья, не знаю, что она обладает мировой общественной значимостью, или культурной значимостью, наверное, да, как бы хотелось, но есть первичный слой признания того, сказать, что она родная. Арицент, что у Леонтьева, это связано с понятием личностного смысла. Вот, личностного смысла. Когда мы говорим, общественная значимость для государства, это бред. Нет государства, это фантом нашего сознания. Это общественная значимость для меня, лично для меня, а не для кого-то. А, ну всё, в этом смысле, да. Конечно, я говорю в этом. Я, простой пример, играет, ну, исполняет песню, вот юбилей, сейчас это будет, сейчас больше, чем нужно. Вставай, страна огромная. Я не знаю, как, у меня идут мурашки. Где мне это сделали? Но мне это сделали. Понимаете, вот это, и это и есть моя идентичность. Потому что я, в ситуации, где мне это будут разрушать, я буду биться. У меня сил нету, но ушу. Понимаете, вот, очень важно понять этот момент, самый главный. Мы всё время говорим о личности как индивидии. Личность – это иерархия ценностей во мне. Это мои мозговые структуры. Ничего другого здесь нету. Поэтому они так болезненны. Болезненны, когда они разрушаются до срыва высшей нервной деятельности. Вот не надо бояться туда идти. Когда вам задали вопрос про воли, ведь у нас и воля-то трактуется как ужасная вещь. Как насилие над собой. А воля – это свобода. Русский язык – это позволяет увидеть и эту сторону. У нас произвол плохо. А почему? Это же воля. Плохо, потому что он рвёт всю систему для других. Тогда это плохо. Ну и дальше уже начинается уголовный кодекс. То есть вот очень важно почувствовать это. Почему с Логольским сиднем ромом? Это ваш сюжет. Какая там общественно полезная деятельность? Но люди, попавшие в ситуации, где речь идёт о жизни, влюбляются в своих убийц. Это как? Это психология. В прямом, чётком значении они манипулятивно или как стихийно, но это возникает. Больше внимания к базисным структурам личности. Ну, я опять же, как бы не знаю. На данном этапе мне особенно важен пример, так сказать, статусно огромное. То есть, ещё раз, моя позиция заключается в следующем. В современном, так сказать, пространстве образовательных практик существующих, почему у старшего поколения мурашки, а у младшего нет, должно стать предметом рефлексивного обсуждения. То есть, первое, и взрослый должен перестать их воспринимать как часть своего бессознательного и научиться говорить детям в рефлексивном залоге. Почему это действительно важно? Вот это опасно. Вот, а иначе... Можно заболтать как-то. Не-не, смотрите, а иначе с неспешно случится вот что. Как бы сказать, как бы... Ну, то есть, как бы, ну, просто не поверят вам. То есть, вы выпадете из коммуникации с молодёжью. Нет, но есть обратная вещь, что бесконечное призывание... Я тут согласен опять с Николаем Николаевичем. Бесконечный призыв к рефлексии приведёт просто к тому, что, ну, это станет таким, ну, обратным мемом, я бы сказал. Я же понимаю. Я как бы... Так нет, подожди, давай всерьёз разберём, потому что у меня тоже мурашки. Да. Как у Николана Николаевича. Почему мурашки? Почему у вас мурашки? Так вот это самое важное. Николай Николаевич говорит мурашки, потому что кто-то мне это вставил. Вот он так говорит, кто у меня это построил? Я же не знаю. Кто-то построил внутрь бессознательно нерефлексивный процесс, кто-то внедрил в человека такую реакцию на эту музыку. Но вы же не так ответите. Ну, я не так отвечу, потому что для меня в этой песне, как в ещё ряде песен, там, и в том, что я люблю у Высоцкого, фактически человека заставляют пережить грань жизни и смерти. Да. И вообще понимание этой границы. Ну, смотрите, вот, Николай Николаевич, ну, это уже форма рефлексивного обсуждения? Ну, у нас, конечно. У нас, конечно. И я снова возвращаюсь к тому, с чего началось. К среде. Почему возникает такая эмоциональная реакция? Потому что эта песня ассоциируется со средой, с теми переживаниями, которые были у многих в детстве тогда, когда была война. Это среда в том числе. Вид разрушенных зданий. И потом, после победы, когда начинает отстраиваться страна, узнали, наверное, что сейчас... Нет, дай мне сейчас домой. Просто, чтобы заостыли, чтобы поглубже было. Ну, вот не совсем как-то же. Есть известная про Левитана эта вещь. И соответствующий БАК, он такой высочетил момент. И в тот момент, когда готов я сдаться, и рядом нету никого, во мне грохочет государство с железным голосом его. Это про Левитана. Это не среда. Это что-то другое. То есть я уже готов отступить. Надоели все, все это билиберда, вся эта страшная игра. Никого нет, ни перед кем не ответственен. И вдруг что-то начинается совсем другое. И вот это же не среда. Воспоминание Шаляпина, он поет Бориса, зал рыдает уже, а он себе говорит, «Еди, выми слезу». То есть он исполнитель. Он исполнитель. Он весь в среде. И тем не менее контроль и флексивость идет за тем. Хорошо, уйдем от вопроса архитектуры. Ну, русский человек, он родился на определенной территории, условно. Условно русский, потому что Россия большая. Он свое детство, именно возраст от 0 до 5, он свое детство вспоминает и ассоциирует в себе, когда он был маленький, с той средой, которая была. Если бы он вырос в степи или где-то рядом с лесами и кардинально поменяет континент или еще что-то, его будет все равно внутренняя доска, потому что среда влияет на формирование. Это мое личное мнение. Я просто, ну, возможно, немножко напористо призываю попробовать копнуть немножко в этом направлении, что там тоже это определенный коэффициент, который вносится в его поправку, ну, вообще, в принципе, на всю эту деятельность. 40 лет копали в эту сторону. Копал психологик, средовой подход, копали теорией двух факторов. Моя субстанция и среда вокруг меня. Я не забываю, что архитектура и психология. Она стала учебником, как будто бы в архитектурной вовне общности. Ни для кого не стала. Потому что архитектура — это сплошная психология. Это не среда. Это организация пространства моей деятельности. Вы бы хотели жить в Хрущевском районе или где-нибудь в центре? Да не хотим в Хрущевах жить, но не в этом деле. Но это же среда. Это не среда. Хрущевы — это деятельность. А вся из подвалов, полуподвалов переехали в Хрущевск, и люди радовались. Правильно, потому что это новое качество жизни. О! Говорите о жизни, а не о среде. Но это среда. У вас искаженное представление. Хорошо, пространство. Что такое пространство в вашем мире? Пространство — это деятельность. Это пространство моей деятельности. Я могу сказать, мы пришли к вам сюда, потому что мы пытаемся за вами наблюдать извне. Иногда ощущение есть, что вот... Сумасшедший дом. Не, не сумасшедший дом, но вот вы вертитесь в каком-то своем определенном мире. Мы занимаемся архитектурой. И многие архитекторы, они вертятся тоже в своем определенном мире и никого не хотят слышать и видеть. Они говорят, вот только наше, вот есть только норма, все, зачем вы поставили эти стулья здесь? Это же эвакуационный выход. Вы нарушаете нормы, правила САНПИН, СП по пути эвакуации и так далее. Понимаете? А я считаю, что будущее за теми, кто сможет договориться. Конечно, вы нам очень важны, потому что мы очень друг друга хотим обсуждать платформу Школы будущего с точки зрения принципиально новой архитектуры. Потому что это важнейший вопрос. Как же? Но я всегда на лучшее время подвожу. Университет разрабатывает проект. Школа будущего, пространственное решение Школы будущего. Сейчас можно, Юрий Иванович, я все-таки это отвечу. Я думаю, что... Я как раз сегодня с утра встречался с комплекс-дизайнерами, которые сейчас британки подают и так далее. Они у меня струмулировали достаточно интересную такую вещь, которая меня вообще поразила. Не сказать, ну, знаете, образы будущего, которые сейчас есть у населения планеты, это уже более такой интересной битвы. И на самом деле, все современные массовые образы будущего, как им должно быть будущего, они вообще формируются Голливудом. Голливуд, это самая мощная фабрика, которая просто впечатывает определенный тип вообще воображения о том, каким будущее будет или каким оно может быть. В том числе, зашивая туда достаточно высокую степень либо опасности, страха, или, наоборот, радости и стремления к определенным образом и так далее. И он говорит, сколько бы наша идеологическая российская государственная машина не говорила о том, что мы против Америки, вот если проанализировать весь российский кинематограф, в том числе современный и фантастический, это все сиквелы тех же самых бельгинских образов. То есть они, никакой другой образ будущего, кроме которого, собственно, производит Белливуд. А вот, китай, принципиально, пошел иначе. И начинают появляться совершенно другие новые образы будущего, которые, скорее всего, например, концепт-дизайнеры, ну, как бы, ближайшее будущее, это будет будущее, а придет их конкуренции, этих самых образов за будущее и так далее, которые ведут. И он говорит, а вообще, есть ли кто-то в России, кто попробует создать, сложить образы будущего с позиции российской цивилизации? Я был совершенно шокирован. Вроде, ваши книги не читали, Юрий Челович, что, подождите, я к чему это говорю? Я к коллеге отвечаю, а можно я отвечу? Да. Как вам? Вот с моей точки зрения, бесконечно интересный вопрос проектный, а каким должно быть здание российской школы будущего, в которые на самом деле будут воплощены определенные принципы, не просто картинки, вот так вот сейчас здесь картинки Василия Васильевича висят, да, так сказать, но при этом все, как здесь организовано, это примерно, так сказать, в 80-летней давности принцип организации учебного кабинета. Такое ощущение, то есть и поэтому всякие, кто попадает из иностранцев в наше пространство, они, конечно, с уважением отнесутся к картинке, ему скажут, ну, понятно все, вы так и остались в прошлом. И вы не так же, не же ворочем? Нет. Ну, если вы посмотрите финские модели и так далее, они же не просто, они, они, ну, то есть там же в том, как должен двигаться преподаватель, то есть там, они же начинают зашивать определенный набор своих ценностей и принципов, так сказать, как он должен по отношению к аудитории стоять. Там уже вот эти, из-за него, вы видели эти совершенно сумасшедшие проекты, где учитель в классе должен быть посередине. Вообще, так сказать, как бы сказать. И это было не просто, потому что там, они додумывают мельчайшие единицы, что это означает с точки зрения восприятия отношений между учителем, учеником, они же продумывают в том числе всю психологию ценностей и мат, зашивая туда свои определенные принципы. Поэтому, каким должно быть организация пространства, занятия, семинаров, которые бы воплощали в себя определенные принципы, если это российский, с целью сомненов, это открытый, это действительно очень интересный вопрос. С этим, в этом аспекте, я согласен, то есть я считаю, что пространство российской школы, в том числе издания и организация аудитории, в ней должно быть какое-то суждение сделано определенное. Вот с этой постановкой лично я согласен, на самом деле, с Катерой ГБ, с тем, насколько при этом это железобетонно сформирует навсегда идентичность человека, но с этим вряд ли я. Сформирует все-таки деятельность, которая будет там осуществляться. Безусловная эта синергия, школа, но только просто как здание или просто следа. Она бессильна, без идеологической работы, без образовательной программы. Нет, нет, мы что говорим, мы говорим другое, мы говорим, что для нас архитектура это прежде всего специально продуманные схемы деятельности, например, это первый момент, второй момент, который тоже понятен, и про это сейчас очень многие говорят, и архитектурные люди, например, человек, который что говорит, понятно, что произошло, поскольку все центры российских сегодняшних городов, они не восстановлены, с точки зрения просто воспроизводства той машины идентичности, которая формируется просто культурой. Во Франции это программа, которая была реализована 300 лет назад. И вот один человек, макроу, по крайней макроу, говорит, у меня есть все собранные архитектурные решения периферийных русских городов, которые не разграбы подлежат, не новоделу, а в том числе там, потому что, если, условно говоря, построить, это, кстати, хорошо понимают китайцы, если здесь есть то, чему 300-400 лет, на этом месте можно жить. Это очень понятная вещь, но это не всегда, это деятельностная схема, которая потом превращается в виду. Кружковое движение на базе каких зданий оно формируется? Да пока всяких. Ну, не, не важно, оно тут на базе школы. На базе, на базе Сколково, Сколкиеха. Кружковое движение пока не воплотилось ни в каком конкретном своем авторском здании. Но это классная задача. Я сам отвечу на этот вопрос. В школе нельзя организовать кружковое движение. В школу не может прийти другой человек, кроме тех, кто работает преподавателей и учеников. И в школе нельзя организовать любые другие мероприятия не связаны с образовательным процессом. Государственные. Сейчас, это все правильно, давайте практическую вещь. Давайте практическую площадь перелом. Меня очень интересует вопрос пространства школы будущего. Я ездил в Китай и приглашаю. Мне говорят, что пространство школы должно быть организовано так, школа будущего, что там должно быть сразу закладываться матрица принципиально разродных около 15-16 типов деятельностей. Классноурочный вариант один, экспериментариум с приборами, другой, театральная деятельность третий, презентация четвертый. И дальше они своим компаниям в том числе разрешают, создавая такое пространство, оборудовать каждую из этих форм. Там родительское взаимодействие с детьми четвертый. Поэтому вопрос открытый. И мы пока не видим хороших архитектурных проектов здесь. Вот был конкурс по поводу финской школы, где наша группа знакомая Саша Ковриденко. А я так понимаю, что это собственно коллеги и есть. Вы разговариваете с ними, и вы человек. В этом вопрос какой-то собственно дальше это не надо обсуждать. То есть какую запустим. Почему я могу сказать, почему мы занялись этим проектом. И ну вы знаете наш результат, что мы показали, что русская архитектурная школа мы можем показать. все знали, что мы из России и нас оценили. Мы получили награду. Но мы почему взяли этот проект? Потому что здесь это нельзя делать. Юрий Вячеславович, коллеги, я очень у вас прошу прощения. Это бесконечно важный вопрос. Каким должна быть школа российская помощь? Но у меня есть еще примерно два пункта, которые я очень хотел бы успеть озвучить. Я очень быстро закончу. В принципе свой месседж по поводу среды в принципе. Но ваше тоже очень большая роль и значение вообще основополагающее в этом движении в том, что нужны новые типы пространства. А новые современные нормы, которые регламентируют, они позволяют строить только школы индустриального типа. Это понятно. Это специально отдельный вопрос, как с этим справиться. Поэтому я тоже отвечаю. Почему там школа только для богатых, где очень 70 тысяч это еще как бы небольшая цена. Если посмотреть разрез школ по коммерческой школы, они в основном в Московской области находят еще низкая цена. Потому что, чтобы им построить эту уникальную школу, им нужно получить спец тех условий, согласовать проект, который не по нормам, который не соответствует САНПИНу, который не соответствует действующим образовательным программам, произвести другую образовательную авторскую программу. Это все выливается в какой-то финанс. Естественно, государство по госфинансированию эти школы не ведет. И, соответственно, эти школы с другим качеством среды, возможно, где-то в каком-то мире, с другим качеством преподавателей и программы, оно оказывается возможным только для избранных. Подождите, не так все. Извините, коллега, не так. Потому что нет хороших проектов, которые можно было бы отнести куда нужно. Их просто нет. Которые переделывают все санклиния. Давайте специальный вопрос. Мы в январе будем проводить дискуссию по поводу школы будущего. Морос приглашает, там будем специальное пространство обсуждать. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Я, честно говоря, понимаю правила игры, что здесь надо говорить про школу. Мне бы хотелось немножко выйти за эти рамки и вот много говорили на примерах и на материале и в личном некотором отношении к историко-культурной ситуации, ну и вообще идентичности такой цивилизационной страновой. А я бы хотел дать комментарий или вопрос по поводу идентичности профессиональной. Вот когда мы говорим в том числе проектирование, про включение молодого человека какие-то процессы связанные с реальным общественно значимой деятельностью, там сразу появляется такая вот та часть того, что несет на себе взрослый, которая касается некого профессионального бэграунда. Я не очень знаю вообще есть ли профессиональная идентичность, но совершенно точно есть ценности, которые так или иначе начинают быть вплетены в практику подготовки, а затем осуществление этой деятельности. Вот сейчас из таких вытащенных на поверхность, благодаря во многом популяризаторам науки, есть история про ученого, что у ученого есть определенные ценности, он всегда сомневает открыто для тебя, он всегда не фальсифицирует свои и какие-то вещи честно наносят у других и так далее. Наверное, такие же вещи есть у инженеров, там тоже есть некоторая ответственность, готовность пройти по мосту, который ты построил, и такие вещи. Вот в какой степени вообще такого рода самоидентификация, когда она может появляться, вообще является ли это вообще предметом данного разговора, или это надо вынести за скобки, чтобы не усложнять эту сложную картину. Если является предметом, то тогда вроде бы это не просто ситуация общественной столкновения подростка с миром вокруг него или политическим и прочим. Это какая-то более сложная история, потому что сейчас, даже входя в процессы профориентации, когда он пытается все это возрождать, а в какой момент вообще это происходит? Это тоже связано с подростковым возрастом, или это связано и только с подростковым, или со всеми подростковым вопросом, вопрос более поздний. И не только профориентации, вообще вот соотнесение человека с миром профессии, который тоже такой очень меняющийся быстрее, чем базовые ценности, которые там лежат. Может быть, не знаю, что-то есть по этому поводу? Может, нет. меня же вопрос, да? Смотрите, я в том числе отвечаю на вопрос про глобальное и так далее. Для меня схема, на которой я себя буду понять, пытаюсь под некоторым пространством формирование социокультурной или культурно-исторической идентичности. Это слой, где есть фиксация, я вам хочу ее удержать, слой моего личного отношения к себе как носителю таланта. Когда я понимаю, на самом деле, что именно заниматься этим и есть я. жить и реализовывать вот такую деятельность, это и есть то, к чему я призван, что является, определяет меня как такового. И удержание, максимальное стремление к тому, чтобы заниматься этим, не важно, архитектурой, инженерией или чем-то еще, то есть я полным некоторым удержанием и согласии с тем, что это мое дело. И в нем я в этом типе отношения к таланту, к делу, к которой я призван, я предельно могу вообще себя отдельно выделить, отдельно искать, но я с ней должен быть предельно честен. То есть я должен соответствовать в том числе тем требованиям к этой профессии, к этому делу, которое фрагирует мое представление о том, что значит быть ученым, что значит быть инженером, спортсменом, так и так далее. Я в этом фиксирую себя. Там есть своя линейка образцов, требований, которые вообще по этой линии меня удерживают. Есть момент связанный с тем, что я себя удерживаю и фиксирую в родине как некоторые историко-культурные, в том числе локальные сообщества, к которым я себя причисляю. Я знаю, что это как бы много отчитывая, многоголосое историческое сообщество умерших, еще не рожденных, и она живет вообще в ней безотносительно ко мне, но я такого же уровня идентификацию себя и утверждение, что я есть оно, я к этому причастен. И так же пытаюсь в ней как бы разобраться и удержаться. И есть пространство некоторого мирового какого-то поиска, вообще, какого соответствия некоторым мировым образцам деятельности, которые для меня являются, задают вообще планку моего, как бы, отношения к той деятельности, которая значима людям, вообще, в целом, и человечестве. Для меня удержание современного типа идентичности, любого типа, связано с тем, что я максимально натягиваю пару здесь. В этом плане, отвечая на вопросы, для меня не может неправильно идти присуждение, когда я полностью себя помечаю только на этой ветке. Или, например, на этой ветке. То есть, для меня, на самом деле, тип, как бы, я, безусловно, должен понимать и удерживать ценности профессионального некоторого спецсообщества и профессиональных требований, в том числе, мирового уровня. Но я их локализую всегда по отношению к теме. То есть я, в этом плане, русский инженер, а не просто инженер. Я, в этом плане, русский ученый, а не просто ученый. Потому что, в этом плане, я не могу быть просто как-нибудь абстрактным ученым. То есть, теперь так. Но при этом, что не означает, что я признаю, встречаясь с немецким ученым, как-то знаю... Я, я видел, как Юрий Вячеславович встречался с Ляруши. Ляруши – американский методолог. Юрий Вячеславович – Безусловно, русский методолог. Но в этом плане они встречаются, и они говорят, ты предметодолог, предметодолог, да? Он говорит, ну ты же все-таки русский, а ты все-таки американский, так сказать. И это не мешает им построить разговор с признанием уровня их профессионального соответствия, но при этом понимая, что этот несет свой крест в России, а этот вообще никуда не исчезает из Америки. Профессионально у тебя относится к личной идентификации талантов, получается? То есть профессионально это то, в чем я реализую свой талант? Для меня профессионально, вот она. Для меня профессионально, это некоторый мировой образец деятельности, зашитый в определенные, воплощенные требования к этому профессиональному полю, но который проявлен во мне как талант. То есть я чувствую, что я призван к нему. И он, конечно, талант, безусловно, профессия находится здесь, а реальная локализация, она всегда связана с тем, скажем, а это что означает, Андрей Александрович? Это означает, что нужно обсуждать, какого типа сообщества, с каким набором ценностей, собственно, составляют эти круги. Это вот как раз профессиональное сообщество. То есть это типы сообществ, которые фактически человек всегда включает. Коллеги, мы уже работаем больше двух часов, я бы на этом месте предложил остановиться. То есть я считаю, что... Юрий Человек, а можно я сделаю несколько сводок? Мне очень важно сделать одну сводку и понять вашу позицию по отношению к ней. Нет, вот сейчас... Дискуссию... А мы можем пойти в это время? Нет, нет, нет. Или мы должны остаться? Нет, нет. Я просто считаю, что мы сегодня проделали очень-очень важное обсуждение. Его важно бы собрать и просто потом продолжить. Эффект Зигарник. Незаконченные действия помнятся лучше. Поэтому я считаю, что надо здесь остановиться. Спасибо, коллеги, большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Юрий Человек, передайте Виталию Владимировичу, что... Что, что? Передадите Рубцову, что очень жалко. Нет, обязательно Виталий Владимирович он просто не смог. Его пригласили в правительство по поводу инвалидов. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.